есть так без контакт с контакт и всем привет в эфире нас как всегда конца юрий и сегодня нашей группы сиджа лайз стриме дмитрий сорокин да мы будем разбирать концепт-арт и в частности концепт-арт над проем и так далее но как бы об этом чуть попозже дима расскажи как как ты пришел ко всему этому с чего ты начинал и как тебе сейчас живется всем привет спасибо что пригласили смотрел некоторые ваши стримы есть про концепт-арт тоже хороший хороший материал хороший канал так что я буду рад добавить что-то надеюсь новое и полезное как я начинал как я ко всему этому пришел как мне живется ну начало наверное стандартная будет такие у любого товарищи который рисует все там были маленькие пробовали что-то это рисовать кто-то еще что вот у меня началось откуда же первые воспоминания это обязательно этом рисовал что-то неважно неважно что то есть у меня так было больше меньше знаешь так в волнами это шло мне не было что я прям начал рисовать и все я схожу с ума я знаю что что мне нравится и это на всю жизнь нет то есть я рисовал больше рисовал меньше в начальной школе особенно там много тетрадях всех эти школьных там все изрисовано попозже немножко покажу там некоторые примеры хранились и родители там это все видели там пару раз художку меня отправляли пару раз а именно два раза и оба раза это было само собой непонятно о чем то есть это были восьмидесятые годы там 90-е годы и 90-х нам не было еще восьмидесятые наконец восьмидесятых что мы там делали зачем делали им понятно приходила группа там детей нарисовали какие-то там деревья и прочее непонятно что ни структуры там ничего не было интерес пропадал очень быстро я забросил что первую художественную школу что вторую художественную школу эту просто рисовал сам для себя потом конечно появились игры фильмы пришли к нам да и за из-за границы которые возбуждали фантазию интерес вот то есть рисовал я что-то оттуда потому что вот галитина рассказывала что он рисовал с пакетов черепашек ниндзя вот тебе очень повезло что ты сыграть начал рисовать я рисовал именно патал тос там дико фанател я там сходить свои уровни пытался придумывать вот это рисовал потом позже это был don't think on country тоже там сходил с ума и перерисовывал там что-то что-то сам рисовал свою придумал немного конечно но как бы из той области вот там ужастики какие-то я пытался рисовать уже там монстров но это наверное стандартно для тех кто начинал тогда рисовать зомби и зомби такие маньяки прочие радости вот далее что у нас ну то есть вот да были две художественные школы потом это как-то все потихоньку по утихло потому что так я не знал правление свое на чем я буду дальше заниматься чем я хочу заниматься такого даже концепции то есть голове не было никто этому не учил в отличие от того что сейчас куча информации более-менее можно определиться а там то есть это было рисовать это что-то такое в районе хобби работа должна быть работой даком нормальной работой до плотником доработать должно быть что то что ты не любишь куда там ходишь делаешь чтобы заработать деньги там жить и так далее рисование но это так пришел домой вечером это что-то поделал примерно такая была атмосфера вокруг соответственно я не знал что я хочу делать толком этого после школы я пошел ргу нефти и газа московский университет там я отучился пять лет и рисовал я там только на первом курсе немного то есть и в течение этого времени она окончательно просто умерла это увлечение не знаю не умерла залегло на дно потихоньку после пяти лет нефтянки я соответственно пошел работать по этому же направлению а ну нужно обязательно рассказать как мне было интересно там учиться тоска смертная в течение пяти лет будешь там что-то зубришь зачем он нужно куда она тебе непонятно в течение всего этого времени я там чуть ли не на каждый фильм ходил и но смотрел там на каникулах в игры рубился там уже playstation первое вышло final fantasy фонбрейдер не знаю вот интерес этот у меня всегда оставался фильмы и игры этот интерес был рисование она затухла потом я вернулся в свой родной город оттуда город дженил артаск отработал сначала здесь четыре года н.к. компания чут н.к. было в начале еще когда что-то новое начинаешь делать интересно потом интересу затухает очень быстро и каждый день там лишь на работу там неохота даже вставать с кровати то есть насколько это было интересно настолько этим хотелось заниматься и я опять таки был информационный вакуум в этом плане там рисование и прочее то есть где эту информацию не черпал так как бы занимался не рисование ничем и не этого периода потом значит меня товарищ там прорекламировал компанию в какой работе я перешел в другую ему бирже называется и еще там шесть лет я отработал ну там то же самое начале интересно там потом интерес потихоньку затухает и уже скатывается все только то есть делаешь не делаешь то что тебе нравится более не знаешь что тебе нравится это такое не очень веселое занятие вот и вот когда я уже работал бирже там этот девятый год шоу у меня по-моему работы в этой индустрии уже что-то начало просыпаться там проклевываться где-то что-то выхватывал потихоньку и начал понимать что мне это уже нравится вот появились появился вот там концепт-арт можно было найти в сети и как бы то в одном месте в другом месте находил людей которые этим занимаются смотрел откуда они все это брали как они это учились этому какой они путь был и многое многие были в основном из арт-центра до многие были из арт-центра я поискал ту школу смотрел на сроки и на цены соответственно опустились руки окончательно к этому времени я уже понял что я хочу заниматься этим они тем я сейчас занимаюсь нашел это делаю еще большую депрессию ноги пост после этого это через пару месяцев на вот на сайте рендеру вышла вот такая статейка художника анжу смотрел вот и работы крутые картинки читал по него и про него и здесь была информация что у него открылась школа в девятом году залез туда посмотрел на сроки и на цены и как бы здесь уже решение было принято окончательно что вот он путь найден что нужно двигаться в этом направлении так юр давай мы с тобой определимся дальше куда мы двинемся потому что здесь сейчас тебя уточняют про арт-центр что это такое арт-центр колледж дизайн это школа калифорнии я считаю самая крутая школа по дизайну который существует вообще в мире оттуда вышли самые крутые концепт-артисты которые сейчас работают но спускники этой школы сейчас работают практически над всем игры и фильмы если видишь кого-то крутого чувака то скорее всего он оттуда я думаю сейчас можно расскажи немного ты же закончил эти курсы что вот ты как ну условно говоря новичок в концепте был не считая две художественные школы что ты как новичок для себя подчеркнул и вот возможно ты этим тоже хочешь лица я взяли ты имеешь ввиду да ну это не совсем курсы это именно школа то есть там хардкор то есть ты 24 часа в сутки занят только этим начал учиться в интернете вышел через три месяца где-то только наверное до этого до этого расписание было 20 часов работы три часа сна бегом перекусы и на на транспорт там туда-сюда час и все то есть это жесткий хардкор школа всего длится один год и не занимаешься ничем кроме учебы раз я покажу пару картинок и в дизайна эта школа дизайна находится в сингапуре фотография просто класса лекционного там ничего нету стены стол столы приходишь укладываешь свои работы чаешь фидбэк какой-то демо может пока показывают и продолжаешь работать и вот так тени года что я почерпнул да все я почерпнул потому что знания мои были абсолютно нулевые все мои рисунки сводились к тому что вот я рассказывал там школе рисовал просто с покажу мое вступительное портфолио вот это чем я занимался в школе приняли совал нарисовал пни всякие к не мутанты а это какой этап обучения который но вот пень и мужчина дальше это никакой этап обучения вот это работа с моего первого курса в университете нефтяном это это наверное последняя работа которую последний рисунок который сделал после этого я не рисовал там не знаю 10 лет это никакой просто то что я рисовал сам как видно здесь больше мне был интересен наверное рендер чем дизайна которыми даже не знал что он существует это то что я делал в школе такие монстры инопланетяне опять инопланетяне очень эта тема была интересна это вообще что-то непонятное это вот кстати так то что я показываю это вступительное моё портфолио было в fzd но я не думаю что подобные работы прокатят сейчас потому что у них появились там какие-то тесты вступительные знаю у меня было только отправляешь портфолио там с тобой побеседовали там руки-ноги на месте ты не сумасшедший все принято так это было это я поступил в двенадцатом году 2012 после 10 лет работы в нефтяной индустрии вот и почерпал я там все там начинается с фундаментал соснов как рисовать там рендер изучается дизайн там вся информация все навыки которые у меня есть это благодаря школе появились и когда я учился как раз у них появился дополнительный курс до этого был один год только потом они еще добавили восьмимесячный курс адванс диплома продвинутый продвинутый дизайн маги магистр магистр мне было просто необходимо туда пойти потому что я знал что то что у меня есть это будет абсолютно недостаточно я остался после года еще на 8 месяцев и с покажу с чем меня взяли вот на этом адванс диплома то есть то есть это то что же у тебя было после года обучения в сиди да это то что у меня было после года обучение в сиди ну понятно что это не все это лучшие лучшие работы после этого сначала что они там меня не хотели брать поручили голову у меня поднапрягся еще немножко еще сделал работы там принес ему показал там вот от моей работы до вот мои после ты ведь ты видишь что я стал лучше поэтому как бы мне нужно дойти и вот взяли меня туда я там был своей группе один потом на тот момент меня училась только еще два человека первая группа была два человека вторая группа я один был немного народу шли туда после года там потому что все выжаты в усмерть не то что после года ровно в середине обучения без исключения во всех группах все студенты полностью не было ни одного который просто не умирал в середине учебы то есть это стандартно вот лишь группа приходишь смотреть на их работы в середине через полгода и там уже пустая доска потому что 7 у всех бирнаут полнейший просто не состоянии уже не работать ничего и вот после полугода и как бы разделяются в основном то может дальше двигаться кто отваливается окончательно например в нашей группе начинали 24 человека закончили обучение 12 только из этих 12 только 6 человек в конце у нас там была встреча собеседование с юбисофтом то есть четверть со всей группы остальные как бы нормально в принципе выбор так и во всех учебных заведениях да наверное есть вот работы с которыми я на этот advance диплома пошел этих работ у меня нигде в портфолио нет понятно и вот как раз на 20 дипломе я сделал все то что наверное и странно до сих пор дает мне работу но это можно на сайте посмотреть там с чем я уже вышел после дополнительных скольки 8 месяцев это был первый терм первые четыре месяца грузился ладно первые четыре месяца но здесь как бы немножко отличается проекта если на основном обучении там это по четыре недели проекта были здесь проект четыре месяца поэтому уже и количество больше качество лучше там можно подольше знаю исследование провести издев какой-то хотя бы сделать поэтому эти курсы этим они хороши больше времени вообще на проект больше времени у тебя с давателем какими-то можно хоть чем-то выйти уже в итоге основном мне вот этот проект давал работу там еще на протяжении пока я работал над проектом мне приходили как бы все вот отсюда киберпанк у этого хотим примерно такое хотим я такая ну ссылались на вот этот проект самый последний был на мои последние четыре месяца чё бы так что со школы я вынес довольно много не скажу что я получил именно то что я хотел плюс что я получил какие-то вещи которые даже не планировала не ожидал и самое главное конечно я получил это вообще направление как это можно учиться откуда нужно начинать потому что до этого я начинал там пытался так как у меня не было точки отсчета до какой-то начала я делал как так в вакууме находился мне соответственно ни черта не получалось то здесь есть какая-то хотя бы структура поэтому ты видишь свой прогресс решать ты развиваешься и хватает сил пониманию что это все не оставить не бросить а продолжать продолжать и развиваться в отличие от того как начинал я когда какая-то даже уже информация появилась но не было нигде информации о том где начало какая-то точка отсчета поэтому ты брат на что не берешься но все не получается и ты не знаешь почему не получается что не получается куда дальше двигаться то делать поэтому такому положение очень сложно продолжать ну я не продолжил я забрасывал все просто разу а вот смотри ты упомянул арт-центр fcd то есть это школы которые ты можешь посоветовать честно говоря я не могу посоветовать я могу посоветовать первую очередь это арт-центр мой такой самый самый главный алтим учебное заведение по дизайну но там вопрос а мы главное это финансы все обучение там 160 тысяч долларов это только чисто обучение плюс нужно учитывать проживание все материалы которые покупаешь сам только он длится четыре учения четыре года длится обучение вот там еще в чем отличие от fcd если я взяли обучение год она очень сжато поэтому этот год без остановки в арт-центре тот же интертеймент дизайн он идет 8 месяцев обучения на потом у тебя есть перерыв то есть ты можешь хоть как-то восстановиться что-то ближе к университету ну да да поэтому все таки я рекомендую в первую очередь арт-центр большой вопрос финансы попроще еще есть некоторые школы допустим brainstorm хорошая школа там джон парк джеймс пэк там супер крутые преподы работают которые которые не рекламирует себя на арт-центр то же самое не работающие учителя а именно обучающие профессионалы огромное отличие brainstorm также могу посоветовать red engine есть но продажи не очень этом знаю можно сказать cgm и школа там тоже хорошие преподаватели какие еще не смогу вспомнить вот основные все это конечно находится в штатах это в калифорнии джеймей чем плюс а еще скулизм джеймс кулизм это все можно онлайн проходить вот brainstorm уже нужно именно ехать туда но там как бы короткие они там 8 недель что для отдельные такие блоки разную тему обучения вот такие школы могу посоветовать ну и сейчас опять таки учитывая эпоху до свободного обмена информации которые мы находимся можно также обучаться конечно и дома все равно хорошо получить какую-то небольшую там подсказку с чего начать и как куда как двигаться а так сейчас материала куча онлайн и гар плюс гамроуды на ютюбе бесплатные есть на любую тематику мало конечно очень мало по дизайну о фундаментался именно рисование там рендер вот эти вещи это можно научиться я думаю даже сидя дома вот и дела да еще таки наверно дополню по поводу обучения дома и обучение в школе разница опять школа тебе как бы ты идешь школа тебя направляет здесь же тебе нужно самому и самое главное школе у тебя так как есть расписание у тебя есть атмосфера в которой находишься вот это рабочие там ты уже обмениваешься опытом с кем-то я как как-то более-менее дисциплинируют направляют то дома нужно учитывать этот фактор очень сильно если вы предпочитаете не заниматься развитием и например поиграть вырасти будет очень сложно потому что конкуренция есть и тягаться с человеком который неделю производит там работы сколько и сидя дома производишь за полгода это конечно будет сложно вот такие отличия наверное школы и обучение дома самому после после окончания школы обучение художника но не заканчивается как ты советуешь развиваться людям опять тем же у нас тут в чатике бурление небольшое возникло тем у которых нет таких средств или которые заканчивали какие-нибудь сангешные короткие курсы или академии искусств или что-то такое как ты советуешь развиваться в именно все джи плане ну это наверное не то что повторюсь я подкорректирую то что я уже сказал но ничего нету это все сейчас есть почти все можно найти онлайн и курсы но финансы финансы большие какие-то космические нужны это если идти школу как арт-центр я сказала курсы можно найти онлайн которые которые вам достаточно хотя бы чтобы начать лишь после школы вот вы говорите то что как после школы школа что дает она дает уже какое-то направление то есть если человек обучаясь сам с нуля он находится в таком темном лесу с завязанными глазами то здесь ему показывают что вот пробка есть вон там где-то свет выход к дороге вот просто в ту сторону направляйся и все а поводу финансов но есть курсы допустим сей джи джи м и по моему там не знаю до 1000 долларов если это то чем вы хотите заниматься я думаю можно как-то течение определенного времени подкопить найти способ я сейчас приведу пример сейчас я приведу пример я не знаю конечно всю биографию этой девочки но что у нее есть это здесь я смотрел и так здесь нету в linkedin у нее у нее один единственный курс есть все джи м и вот эта девочка сейчас работает senior концепт артист battle cry studios ostin сша ее один курс только и здесь ее работы с этого сиджем и где-то они есть там не так чтобы много сказал что много то есть кому-то этого бывает достаточно по моему вот это с курсов ну то есть вот привожу пример есть человек который не вкладывался во всю школу а тоже у него что-то получилось поэтому бурление бурление не обязательно это просто попробовать найти как бы путь благо сейчас есть варианты какие-то даже не имея огромной финансовой поддержки думаю это и будет мой ответ здесь хорошо после после школы из идеи какое прошло количество времени чтобы ты получил первую работу насколько у тебя быстро все отбилось первая работа вообще появились уже предложение когда я еще был в школе предложение там всего парочку было мне пришлось отказаться потому что я хотел закончить это мне было предложение из allot steam или не вал не помню московская компания вот предложение предложение предложением здесь нужно еще учитывать что очень много можно свалить на везение просто потому что компания в основном все-таки ищут тех кто уже делает примерно то что им нужно потому что я после школы обращался туда же и как бы ответа уже не последовало сколько прошло до того я получил первую работу на первое самое самое у меня было это там этом маленький туториал для d называется 3d total shop они делали там какие-то блокноты им нужен был туториал для него вот это была самая первая работа я ее получил буквально через пару недель как закончил повезло вот следующее мне практически сразу прилетела от компании скажу вот кстати моя большая можно сказать работа первая вот media works entertainment это минская какая-то компания видимо игра никогда не выйдет свет вот я работал с ними там пару месяцев архитектуру делал для игры там типа team fortress а и и после этого уже на меня вышли аркейн но аркейн вышли на меня я закончил феврале они связались со мной в июне это опять-таки это чисто здесь везение и по себе смотрю и по товарищам которые там тоже попали на работу мы с ней обсуждали игры ну вот мне повезло они ну нам тоже просто повезло потому что как я уже говорил это зависит от того над чем компания работает вы можете попасть в эту струю вы можете там у вас работы супер классный но это не то что они сейчас делают в данный момент и поэтому они лучше найдут кого-то кто ближе там чем будут тестить вас и прочее то есть они уже видят а вот это нам примерно подходит давайте с ним работать изначально в аркейн студиос как оказалось отправляли мой портфолио со школы вот тогда там был какой-то другой арт-директор ему моя работа не понравилась поэтому меня отмели потом это вот они про и как раз но только начинали разрабатывать вот они там работали работали все потом это похерили полностью там видимо не то направление было сменился арт-директор и я тоже отправлял свои резюме и им отправил и вот они посмотрели еще раз был другой арт-директор решил попробовать вы все вот они со мной связались дали арт-тест и изначально наверно будет к самому главному вопросу до стрима как как попасть изначально изначально они хотели вообще инхаус меня чтобы я работал в компании не фриланса именно компании но тут все упирается страшную вещь это рабочая виза для сша особенно она легко дается представителям стран третьего мира как мы с товарищами грустно шутим на эту тему то чтобы получить по рабочую визу сша ты должен быть первых лучшим в своем деле арик ты должен летать в космос и в третьих ты должен лечить рак когда у тебя есть шанс что на тебя вообще посмотрят чтобы рассмотреть эту заявку с твоей визой так что да я не знаю как туда попасть слушай ну можно же получить опять же через обучение ну через обучение ты получаешь учебную визу ну ты как бы а потом ты уже внутри ты проник ты видишь ты проник но тебе все равно нужна рабочая виза две разные вещи никак не связаны конечно у тебя будет больше шансов однозначно но эти вещи разные и все равно тебя будут также рассматривать не конечно лучше пойти учиться это дает тебе там дополнительные какие-то баллы более находясь на месте это однозначно но я не учился в штатах поэтому у меня этих баллов нет мне нужно учиться лечить рак попасть работать туда вот так то есть они сначала попытались это сделать мы заполнили эту форму там о 2 по-моему как он называется для людей экстрадионари там какие-то со сверхъестественными способностями это дело они решили через их и чар сначала провели эту заявку даже не отправляли никуда они разрубили сказали что лучше давайте подождем потому что это однозначно не пропустят а если не пропустили там какой-то большой срок через который ты можешь заново подаваться мы решили просто не отправлять ее поработать на фрилансе вот как-то эта тема потом потихоньку замялась сдулась и собственно все никуда мы больше никакой заявки не отправляли то есть мы два месяца вот этими занимались вещами пытались рассматривали эту заявку сначала потом они смотрели возможность отправить меня сначала в Лион Лион во Франции Arkane Studios она изначально в Лионе основана в Остине это уже вторая их студия то есть они думали может сначала туда то есть потом уже через как внутренний сотрудник да, как внутренний сотрудник перевести но посмотрели там там типа то же самое и во Францию не пустили да, туда тоже ну а что это европейская виза мы страна третьего мира соответственно ты должен быть лучше в своем деле летать в космос и лечить рак эта калитка тоже легко не открывается поэтому это дело мы оставили и решили работать фрилансом и вот то есть меня взяли на проект когда был новый арт-директор когда они только начинали у них еще не было там ни стиля игры ничего не определенного арт-дирекшена они еще только это все искали и до конца разработки то есть три года я полностью с ними проработал над игрой и это очень круто спрашивают что это можно посмотреть тестовое для Аркана которое сделал Дима нет нельзя посмотреть к сожалению извиняюсь очень сильно но я посмотрел тот договор который был подписан и там он идет NDA и он никак не снимается да она тестовая даже? да неплохо еще такой вопрос реально ли обучавшись дома или за границей устроиться через фрилансер на ААА проекты? есть такие товарищи как Мачей Кучара поэтому ответ да можно и все упирается все таки я считаю опять к тому что я сказал это к самодисциплине если у вас она есть если вы можете себя организовать то вы можете долбливать лучше чем кто-то кто учится в школе это уже личные качества и здесь никакого наверное совета дать нельзя это личные качества информация онлайн есть какую-то информацию нужно выковыривать самому как-то искать анализировать то есть напрямую ее получить я говорю про дизайн потому что я вот лично ну не очень сейчас счастлив с тем что есть по дизайну а именно нету ничего вообще не могу найти поэтому приходится смотреть чьи-то работы смотреть приходится искать там какие-то блоги студентов которые там по крупицам что-то где-то делятся какой-то информации анализировать это все пытаться оттуда оттуда уже научиться но все-таки я думаю можно пример я привел люди есть которые которые смогли это сделать сейчас конечно конкуренция огромная но пытаться стоит не то что пытаться а этим заниматься если это то что вы хотите ну конечно это надо делать посмотрите посмотрите на меня человека который делал то что ему не нравится и пять лет отдал на обучение тому что не нравится и десять лет работы над тем что не нравится и все равно в итоге пришел к этому поэтому обязательно обязательно снимайте сами вот тогда продолжение вопроса про работу дома и обучение дома какие требования ну то есть ты сейчас работаешь по факту на фрилансе какие требования к концепт-дизайну предоставляется какой как как осуществляется поиск клиентов но тут чаще всего тебя скорее всего находит и и и и как опять же дисциплина то есть если на работе у тебя более-менее нормированный срок 8 часов как как работаешь ты так какой-то комплексный вопрос получился то есть вопрос давай еще запишу это я уже потерял нить длинный вопрос то есть вопрос по самодисциплине да и не поиск клиентов такие требования концепт-дарту да да я ничего не забыл я вот три вопроса ну вот да это в основном просто вопрос про фриланс хорошо ну давай начнем с поиска клиентов я наверное расстрою сейчас слушателей поиску клиентов по моему опыту если тебя не засыпают предложениями если тебя не ищут то наверное все таки работы не очень хорошие и искать самому но опять таки на моем опыте и товарищей искать самому это ну толку мало я даже честно говоря не понимаю зачем они вообще компании размещают все эти размещают все вакансии потому что все равно как бы когда я был аркейн студию я присутствовал при этом да как они ищут то есть разговоры все эти и мне непонятно зачем еще вакансии размещаются потому что люди сами находят особенно сейчас когда есть большая конкуренция я отправил за эти четыре года работы 130 резюме некоторые компании повторялись там после обновления портфолио и из этих 130 у меня два ответа один был вот аркейн студию повезло второй ответ был этим прошедшим летом от bohemian интерактив и все за все эти четыре года у меня было только два ответа остальные либо в основном это был полный игнор просто наверное потому что их засыпают своими портфолио или же ответ что там подходит там ну то есть ответ нет поэтому поиск клиента какой я могу посоветовать это делать то что вам нравится и выкладывать работы онлайн желательно на регулярной основе тогда вас будут искать клиенты вот вот у меня я не регулярно выкладываю и меня очень-очень редко ищут по поводу ответов не отвечают совсем с лета не было ни одного ответа так что я наверное расстроил по этому вопросу никто не дополняет больше этот вопрос ничем но требования какие ну по поводу клиентов понятно требования мне сложно сказать по требованию потому что как видите у меня в основном был один клиент за это время я практически ни с кем не работал и здесь у Аркейн было требование то есть прописано уже договоре это сделать четыре скетча и один довести до финальной иллюстрации и все там там не было что вот нам нужно вот такая там пример пример какой-нибудь показывать нам нужно вот такая иллюстрация такого уровня нет такого не было но может потому что я работал над не таким важным и супер значительным дизайном для игры потому что у меня пропсы да то есть это в основном то что просто заполняет мир всякая мелочь поэтому таких жестких не было таких требований именно по качеству но учитывая как был у них устроен рабочий процесс я каждую работу пытался не пытался а я делал каждую работу лучше чем мой текущий навык вообще в каждой работе искал там пушил качество там еще что добавлял 3d это новые там способы там дизайн научил у меня было на это время потому что у них очень хорошо организован рабочий процесс вот здесь требования были такие можно сказать потом вот по первому проекту который я показывал вот этот у них требования ну то есть они делали они делали в 3d всю игру и вот это весь дизайн который им требовался то есть им тоже не нужно было что-то там вот супер качество им главное главное был дизайн поэтому видите здесь даже текстур никаких у меня особо нету там немножко только скетчевал какой-то цвет я показал и материалы самое главное здесь у нас это мы изначально это обговаривали там ну это с ценой больше связано было потом какие еще у меня были в бефезды я чуть-чуть работал там у них тоже как как арканы были примерно те же самые требования делать несколько несколько скетчей мы выбирали один и просто довести там какого-то уровня там тоже не обязательно было делать какой-то сумасшедший рендер это им абсолютно не нужно такое качество вот это допустим это полностью моя инициатива там чтобы работа была там на максимум моих способностей там и выше им это в принципе не надо то есть там я сделал просто хороший чистый рисунок line drawing там с разворотами там с разных ракурсов похожий дизайн был и прилепил примерно примерно а здесь нет ну референсы как вот здесь а то есть чтобы показать материалы и все этого было достаточно просто нужно понимать разницу между концепт-артом или какими-то там работами для галереи в чем смысл и в чем ценность именно работы которую выполняем мы если для галереи там какой-то это важно да чтобы там был какой-то там уровень там финала там невероятный потому что это и есть конечный продукт который и приносит там прибыль какую-то то концепт-арт то что делаем мы это всего лишь там какая-то одна ступенька во всем большом процессе и здесь ну нет такой необходимости там делать там рендер там со всеми материалами бликами и прочим здесь главное чтобы была идея и чтобы она была понятна все если вот здесь хорошо вот у нас такой это домик вот циферками я отметил какой материал используется здесь я показал что это за материал этого достаточно потому что это не конечный продукт который продают а это идет дальше по по пайплайну уже к следующим работникам вот и все немножко мы немножко другим занимаемся чем просто художники так это что касается требований наверное здесь мне пока что добавить нечего если какие-то вопросы еще появились в процессе ну вот это как раз таки по поводу тайм-менеджмента вопрос считаешь ли ты что у тебя есть талант к рисованию с точки зрения и вообще ты относишься к таланту и к людям которые просто больше работают можно можно повторить вопрос как-то в начале я не разобрал считаешь ли ты что у тебя есть талант к рисованию с объективной точки зрения ох ты так вот то есть нет у меня объективной точки зрения однозначно и возможно а себя как оценить если себя талант и талант против просто усердного труда да сравнения но это не то что талант талант наверное все таки он слишком переоценен и я не первый кто все это говорит я опять сейчас расстроен наверно тех кто слушает ничего нового я здесь не скажу да ладно ну какая то есть предрасположенность какой-то дальше у кого то что то лучше получается кто то выше ростом и он может там забросить мячик в баскетбольное кольцо легче кто то пониже и коренастей он может штангу легче поднять то же самое здесь если есть какая то предрасположенность она еще тебе ничего не дает абсолютно и не гарантирует потому что без всей вот этой всего этого грэндинга да вот этой удятины можно сказать это так и есть это нужно это одно от действий одни и те же повторяющиеся действия без этого какой талант я думаю никому не поможет человек который просто чисто занимается этим я думаю просто талантливого человека обойдет очень легко касательно себя ну да у меня была к этому предрасположенность у меня это хорошо получалось эта тема была интересная легко получалось в школе это все я у себя в классе точно лучше всех рисовал но как вы видели по тому моему портфолио с которым я поступил в школу вот это если считать голый талант да ну что он сейчас даст вот давайте даже сравним кстати вот мы пришли есть все таки объективная здесь точка зрения мы нашли ее сейчас вот это был голый талант ну что это где это можно использовать кино в играх в том виде в каком это есть ну наверное нигде и никак потому что пришел я например куда-то вот с этой работой мне сказали ну даже не в плане как это выполнено а мне сказали не знаешь у нас игра там другой немножко стилистики там я не знаю у нас вот такой такой мир у нас такие такие то ограничения поэтому вот сделай вот такие такие изменения и я бы ничего не смог сделать то есть это именно работа концепт-артиста о чем я говорю как нам сказал один наш один из лучших преподов в MCD ЦУ Уэй он сказал что ваша работа будет концепт-артиста ошибаться 99% раз это к тому что там что-то не получается или что-то не так там как бы разговор был что он говорит вы готовьте себя что ваша работа заключается в том что 99% того что вы делаете вы делаете неправильно ну это так и есть да мы когда какой-то делаешь дизайн делаешь несколько вариантов из которых потом выбирается один который потом еще изменяется и еще и еще и еще то есть то что сделал в начале полностью неправильно выходит так что талант угольный талант ничего не даст абсолютно он может только немножко подсказать направление наверное которым нужно развиваться и все давай наверно перейдем к самому главному вопросу на который скорее всего пришли здесь все как она работала с надпреем какой пайплайн был ну конечно начало это был там дикий невероятный подъем считывая что я три года рисовал скамейки банки склянки то были конечно и вся работа была можно сказать волнами то есть нравится потом немножко этого устаешь там скучно что-то становится потом опять какой-то подъем это так если коротко и вообще ну конечно это было круто что я не работал в студии совершенно другой наверное экспириенс но я был всегда на связи с арт-директором эмануэль 5 раз если мы сможем открыть нет не сможем ладно арт-директор эмануэль 5 его звать очень крутой товарищ он всегда был на связи то есть моя вообще функция не функция а как у меня эта работа была я уже сказал делаю несколько вариантов он мне дает фидбэк какой-то там какой-то вариант подходит подходит что-то изменить и довожу до конца финальной иллюстрации несколько раз было несколько много раз было что там уже делаешь уже вроде он да уже все вроде подходит это работа нормальная просто заканчивай ну там то есть я выложился уже весь сделал все что я уже мог все уже вроде нечего делать приходит от него фидбэк какой-нибудь там чуть ли не все изменить конечно первая реакция там ну что это такое ну вроде же уже все потом так как это работа ты конечно через это переступаешь и делаешь все о чем тебя просили и в итоге все эти разы когда приходилось такое делать я смотрел и полностью был согласен что да теперь дизайн намного лучше намного круче как дизайн и как все сделано то есть в этом плане мне повезло с арт-директором pipeline pipeline но видите я я же был фриланс поэтому особо я всего не видел я конечно ну то есть меня провели показали там в гости к ним ездил провели все показали мне как это работает там с 3d шниками как-то пообщались когда возникали вопросы но в основном я был один на один с арт-директором и обсуждали только мои у меня конечно был полный доступ ко всему над чем работает студия там у меня почта их была то есть я полностью был в курсе событий единственное что не принимал участие напрямую вообще касательно концепт-арта по игре работали там человек 8 наверное я уж не помню в основном все у них фриланс был у них только два концепт-артиста там на месте потому что наверное больше и не надо сейчас например что они делают они какую-то работу помогают для остальных студий зенимакс да там для бефезды там они работают машин хэд как не помню для вид софтвер поэтому они концепторов не держат там только двое в основном в основном фриланс с секундочку подумаю что еще можно добавить свои записи посмотрю поинтереснее чтобы pipeline да сейчас могу вот что показать могу показать как это выглядит примерно выглядит выглядит это так мы работали вот через такую руку трейла называется я до них не знал что это такое что-то вроде там вроде инстаграма или что я не знаю там да 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 доски просто доски да picture sharing какой-то там ресурс и сайт есть у них референсы все они собирали референс у меня были готовы когда они уже определились там со стилистикой там что они хотят мне нужно было только отсюда здесь просто немеренная библиотека все что хочешь вот там космос наука советские там советские космические программы американские 60-х годов какие-то там научные лаборатории тоже старые со времен холодной войны кто играл в prey наверное понимают о чем речь кажется очень хорошо все это передано в игре очень крутой art direction дальше вот здесь уже стилистика там архитектуре идет там арт деко у них опять какие-то это винтажная электроника которая много видно в игре даже сегмит тут есть немножко дальше там какая-то там современная какая-то архитектура ну и потом уже по мелочи идет постеры спецэффекты это все 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 здесь было только бери чай интерпретируй и выдавай какой-то результат дальше вот это я не могу показать это были пиклис то есть вся команда здесь видно чем занимается полностью весь процесс разработки там и и аниматоры и концепт-артисты здесь все работы здесь там 3d шники кто environment там занимается то персонажами все видно там полностью начиная там с каких-то простых болванок заканчивая финальными потому что текстурированными и уровнем все вот это здесь было и мои работы я работал чисто здесь так мы можем как-то что перестать шарить мой экран потому что там что-то нельзя на пару секунд а у тебя один экран да да один сейчас сейчас думаю давай fb спереди просто отключи демонстрацию экрана как это сделать так вот тут вот и дисплей кепчер нажми на глазик глазик да все сейчас давай проверю на всякий случай отключилась отключилась так сейчас да да все отключилась так ну все отключаю есть видно так все теперь видно все видно вот так вот моя рабочая доска выглядела курсор видно нет мой курсор вот то есть дозина да мне сваливали все задачи потом как выполняю просто двигаю дальше соответственно арт-директору там приходит уведомление он там смотрит дает мне фидбэк обратно что отправляет то есть вот через трейла мы работали дальше вот здесь все завершенные работы те мои дизайны как то в таком виде все это и было в основном в основном в основном давали делать самому дизайны но иногда было там или я что-то сделал какие-то просто тумпсы там набросаю варианты и отдаю другому концепт-артисту или там иногда скидывали мне там чьи-то работы там им например не понравилось сейчас покажу что приготовил например гуган такой как он по-русски называется который пеной стреляет я не играл честно ясно вот этот гуган который стреляет пеной изначально я не знаю кто его делал что-то они мне скинули там им не понравилось да как он выглядел кто-то вот кто-то на фото башил два варианта а мне да рельс рельс баллоном и вот пушка из district 9 вот они мне это скинули говорят давай теперь ты там попробуй скинули мне я там самое сумасшедшее что мог придумать с такими функциями заданными я им давал они уже отсюда а вот это примерно направление нам нравится давай дальше в том же направлении еще варианты еще варианты делаю они хорошо давай еще попробуем там еще какой-то параметр поменять хорошо еще поменяли и вот эту вот кучу они уже взяли моих скетчей дальше мои работы отдали самый крутой там концептор был который там в основном все делал про это фред уже отдали ему и он уже довел этот дизайн до конца по некоторым некоторым некоторые дизайны вот так мы делали получается три человека работали как минимум только надо одним концептом гипс пушка подсказывает гипсовая пушка или например самый первый дизайн кстати который мне дали делать это нейромод очень важная штука игре да вот расскажи как произошло именно вливание тебя в большую команду с большим количеством людей и может быть ты какие-то трудности испытывал или преимущества перед прошлой работой перед прошлой работой это какой ну то есть на фрилансе ты работал до этого в каких-то таких больших командах нет вот все что я перечислил то есть первый у меня был это маленький туториал один единственный для 3d тату и дальше тоже фриланс вот архитектура мне повезло практически с самого начала попасть сюда поэтому мне к сожалению сравнивать не с чем сейчас я к этому это лучше это или нейромод рассказать или как да про нейромод расскажи и вот как раз это была первая твоя работа да ну если касательно этого то вливания никакого не было потому что изначально вот на меня вышла Джесси Бойер которая арт продюсер у них была на тот момент я работал исключительно с ней то есть один человек я контактировал всего с одним человеком когда вот это начал она отдавала арт директору этому Эммануэлю Маню и он обратно через нее передавал фидбэк там через пару-тройку дизайнов решили не заниматься ерундой а я просто работал напрямую с ним то есть все мое общение с командой это было вот эти два человека все поэтому я больше нигде не участвовал изначально как бы когда этот вопрос тоже я поднял с Джесси говорю ну может быть как то чтобы мы с командой концепторов там обменивались там не знаю информацией какой то чтобы коннект у нас был может что то такое придумаем они просто предложили мне приехать в гости и там как я уже говорил меня да провели показали как все это работает весь pipeline не pipeline а просто по различным отделам там кто чем там с каждым я побеседовал там они мне рассказали это вот это и было все мое общение с командой ну и пару раз там какие то у 3Dшников возникали вопросы там они тоже напрямую со мной вот и все в основном я все эти три года вот с маню с арт-директором был на связи там или skype или через этот трейл неважно все таки мое общение с командой было такое немножко ограниченное учитывая что я фрилансер вот но как я уже показывал показывал рассказывал в трейл я видел полностью чем все занимаются это мне было видно я надеюсь это немножко удовлетворило это любопытство по этому вопросу я просто к сожалению здесь не смогу что-то обширь не сказать так как фриланс я сижу дома перед своим компьютером и рисую здесь я вас разочарую вот про нейромод про нейромод изначально у меня был мне дали спецификацию у них не было даже никакого еще арт-дирекшена они вообще не знали чего они хотят как что должно выглядеть это это очень плохо это очень плохо когда не знает как хотят как должно выглядеть да это очень плохо но мне наверное опять здесь повезло потому что как бы сильно мы голову здесь не морочились вот всего семь итераций прошли но по времени эти семь итераций это было там месяц наверное потому что потому что то есть вот они мне дали спецификацию я по этой спецификации сделал какой-то дизайн по этой спецификации там немножко сложнее действие нейромода было они видимо его переработали соответственно дизайн нужно было менять сначала было немножко усложнено такие я им версии давал мы их немножко зарабатывали там изменить то изменить это параметры могу точно припомнить они пришли к какому-то какому-то уже дизайну да они все давай так оставляем это было по первой спецификации потом через некоторое время они видимо поняли что в плане геймплея это слишком сложно слишком долго и абсолютно не нужно поэтому они поменяли спецификацию и я сделал следующую партию даже две партии еще дизайна абсолютно не похожих на те с совершенно новой концепции чтобы она по-другому работала там быстрее работала как-то вот выдал им эти вещи ну то есть нужно понимать что самое начало я вообще представление не имел что тоже как и они что это зачем это как это все это как это знаете смутно все это было то приходилось просто голову выворачивать наизнанку что чтобы это придумывать ну это наверное так и происходит когда только пытаешься нащупать дизайн вообще направление всего проекта то есть вот здесь вот эти еще две два листа дизайнов я дал каких-то вариаций то есть они ага вот это направление нам примерно нравится это отмели полностью ага примерно мы видим то что нам нужно давай возьмем еще парочку и там еще их запушим куда-то это здесь уже можно видеть ближе к тому нейромоду который который и есть сейчас в игре они ага нам это направление нравится плюс они уже определились со стилистикой там по электронике да это старая электроника это восьмидесятых семидесятых и уже они это начали как бы продвигать дизайн выбрали вот такой вариант еще его упростили и уже вот это ближе к финалу который опять-таки там не знаю 3d другой концепт артист переделал и уже пришли к тому кто в финале сейчас здесь у меня фидбэки должны быть верно да вот примерно такие фидбэки мне давали то есть вот возьми там какой-то свой скетч то есть попробуй там подвигать это еще первая порция дизайна была попробуй поменять там местоположение этого шприца с сывороткой там что-то какие-то части упростить там возьми что-то отсюда с этих референсов а ну это уже финальных да вот уже последние какие-то правки были то есть вот это как раз то что я говорю когда они определились по электронике уже да они решили что b&w там не помню как называется эта вся электроника фирма они решили что это будет их стиль и уже то есть отсекли все ненужное и потом начали пополнять там библиотеку референсов вот этими вещами которые уже можно сказать облегчают даже самое там начало какого-то другого дизайна вот это был процесс по нейромоду по нейромоду спрашивают нейромод делал же яник гомбард в 3d диме понравилось как его реализовали и вообще дима играет в игру да мне понравилось не просто понравилось а тот дизайн который точнее не так мой дизайн в сравнении с финальной версией это мягко говоря очень очень плохой дизайн то что в финале это просто очень офигенная вещь по поводу игры да я играю я я первый раз только мне удалось поиграть тенку этим летом я играл а саму игру я играю вот прямо сейчас впервые наконец-то я до нее добрался и игра очень крутая очень нравится мне в таком стиле такое для меня по крайней мере как называется метроид вания где какие-то новые части уровня открываются по мере прохождения игры то есть возвращаться нужно вперед назад ходишь получаешь новые способности там там можешь вернуться куда-то пройти дальше там прокачаться еще чуть больше именно вот эта исследовательская часть в игре мне нравится я там каждый уголок пытаюсь облазить все найти все посмотреть иногда даже забыл забываю любоваться своими дизайнами просто играю в игру а вот можешь ты сравнить сейчас дизайн нейромода который сделал ты с дизайном который по итоги в игре появился и оценочное сравнение сказать то есть что что где как лучше делать в плане опять же дизайна ну если рассматривать с точки зрения обучения то есть как это было и как это стало ну я могу сразу сказать вот эта часть она мне всегда не нравилась я не знал как вообще ее решить именно вот эта резинка которая прикладывается вот эта вот часть мне нравится она сохранена в игре как есть и я очень доволен и горд что именно я ее придумал вот эта часть она меня просто сводила с ума даже когда я сделал финальный даже когда его приняли я там просто поиспал хватался за голову думаю ну как как так она же настолько ужасная и все равно это принято но в итоге сделали там очень классный для глаза очень круто потом сама вот эта часть это может показать есть у тебя где-нибудь на растерешине где в 3d она выглядит а какой там концепт артист еще был так 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 я ник гомбард как пишется я правильно написал я думаю гомбард легче написать гомбард 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 а вот вообще мега крутой дизайн я был очень счастлив что его исправили что он не остался таким ужасным в конце игры но если сравнить да вот то что я уже сказал вот эта часть для глаза вот это внутренности они оставили они мне нравились и видимо им тоже нравились тоже хорошо потом вообще как бы что было изначально в спецификации это должен быть как было быть какой-то прототип вот это я и пытался отразить что здесь это пор он больше похоже на уже на финальный продукт какой-то чем на прототип то есть уже вот эти вещи по мне да они уже на прототип не тянут это уже какое-то дополнительные дополнительные коррективные какие-то функции которые могут быть путь продукта это делает дизайн только лучше я к тому что как бы отличие немножко получается в спецификации добавляет интереса если у меня если у меня дизайн вот эта форма здесь делает его очень статичным и скучным вот эту скошенная часть она делает его динамичнее и интереснее вот на самое главное отличие здесь вот эти два главных отличия потом сверху вот они добавили вот у меня опять открытая часть например здесь опять больше как прототип так как где ты не заморачиваешься там такими вещами как возле а у нас у нас у нас нету курсора почему-то нету курсора от может открыть фотошопе две эти картинки и сейчас попробуем я думал я там все показываю кассова ничего не видно сейчас попробуем приятно немножко торможу потому что я тебя дома иметь к неудобность поэтому надо если видно мой курсор кисточкой но я думаю обрисовывать те места которые ты говорил хорошо видно так могу цвета видно есть полоса появляется видно да да видно ух ты это на том что сейчас скажет концепт-артист фотошопе не разбирается тоже ли нет там совершенно по-другому все открыто чем я это делаю дома поэтому да я не разбираюсь с фотошопа правда о чем я говорил опять вот форма которая есть у меня очень скучно и статичная что и сделали из них в итоге его лишь вот этим вот сдвигом большим до стало намного интереснее дизайн стал динамичнее у него есть какой-то словом лишь движение появилось у меня такой топорный какой-то мертвый этот более динамичным и если то что у меня если то что у меня выглядит больше как прототип как начальная спецификация да то есть ты прототипе ты не будешь заморачиваться какой-то там эстетической ценностью продукта там главное работало чтобы как у тебя будет рама там простые очень формы и прочее то финальный дизайн уже он выглядит более как серийный продукт в который же добавлены такие декоративные вещи то же самое этому же моменту относится то что у меня вот эта часть открыта то есть прототип никто не заморачивается там никому не интересно то здесь добавили вот такой интересным декоративный элемент который замыкает всю эту верхнюю часть тоже очень круто и самое главное то что меня просто коробила в моем дизайне я не знал что с этим делать это этот глаз для глаза резинка то здесь эта резинка очень крутая форма и все это очень меня радует часть плюс они вот упростили эту штучку неважно что это если у меня она здоровая как бы убивается немножко здесь она опять стала гармоничнее этому вообще весь дизайн гармоничный у тебя есть это большая форма дальше у тебя формы средние пошли и есть маленькая форма то у меня от были бы большая форма до средняя форма средние это средние ножка такой опорный дизайн который выглядит как будто кто его делал не знает вообще что он делает поэтому который дизайн который финале он очень крутой он очень меня радует вообще доволен что его починили а вот по поводу резинки форма изменилась она стала лучше потому что она стала повторять основные формы конструкции самой то есть прямоугольная стала ближе прямоугольной но она ли и стала повторять форму до было с ней дизайн смотрится плюс толщина то есть стала какая-то появилась к это вариативность готовым сумяси толстая вообще не вяжется там вот допустим толщина там здесь идет вот толщина вот там одна и та же повсюду так какие-то тальки абсолютно одинаковой толщины все здесь уже поинтереснее а есть толстая есть тонюсенький ободок здесь опять там толстая передаются это средняя форма появилась которая потом становится большой формой очень классный дизайн опять какие-то тонкие декоративные ободки которые переходят большую пустую форму которая опять замыкается снова маленькой формой то есть очень классно грамотить гармонично есть какой-то ритм есть движение у тебя и заняты заветом более завершенный много параметров по которым этот дизайн круче по всем параметрам вот я думаю я думаю так да вот еще говорят что повторяет форму глазниц глазницы черепа резин есть это более анатомичный еще ближе если посмотреть согласен если посмотреть на то с чего я начинал все именно хотел больше показать опять прототипа что даже намеренно делал чтобы не было этой формы глазницы то тут они как бы привели там он более стандартному и в итоге лучшему решению как показать этой формой вообще как используется этот продукт полностью согласен здесь вот например вообще по идее ты не поймешь что это это втыка это да это втыкает зачем почему ну зачем ладно зачем это так сложно понять не каждому придет в голову просто втыкать что-то в глаз но да это уже тебе больше это это что-то как наверно прикладывается к глазу это может быть какие то есть эти свойства все же до форма здесь очень плохая анатомичная да да по всем фронтам улучшили дизайн поспоришь спрашивает у тебя может быть ты можешь создать какую-то литературу по дизайну литературу по дизайну сожалению литературы по дизайну я не подскажу это о чем я уже говорил что все выкладывают кучу там туториалов трубцы и прочего по именно технической части но какие-то крохи которые нужно там искать окольными путями можно это это по дизайну с хорошей литературы которые которые я всегда обращаюсь у меня эти книги есть это две книги вот design studio press это in the future первая книга и 2 skillful huntsman вот для меня эти две книги как бы лют на маст хэв всегда еще по дизайну я даже затрудняюсь какие-то книги назвать я найду все охотно делятся там как это маски кистью делать там вот это стилизовать что-то там упрощать что-то пользоваться текстурами засыпать фотографиями но никто вообще не делится о чем нужно думать как нужно думать почему нужно так думать этого я нигде не встречал вот вот две мои любимые книги просто дизайн studio press вообще очень крутые каждую книгу бери но самые это вот у них здесь в обучении дико еще вот она in the future здесь полностью программа старая правда арт-центра так коротенько показана там очень много есть по дизайну именно то есть тех концепт-артисты которые здесь участвуют там здесь комментарии там как страница например с какими-то рисунками и и комментарии и кое-где есть именно то о чем они думали как они думали это вот первая книга вторая книга называется скилл хансман это такой проект по visual development которым тоже те же самые вещи обсуждаются не обсуждаются то есть а комментируют они опять как они думали о чем они думали почему отсюда можно почерпнуть но это это я имею ввиду помимо основ которые есть которые можно найти в интернете и и в ютюбе книги какие-то может быть есть это уже более такой продвинутый уровень будет но это тоже здесь как бы крупицы идут плюс где я беру это как я уже говорил я еще просто форумы разных там студентов и просто их там пролистываю от начала до конца точнее от конца до начала и там где-то пытаюсь выхватить у них там какие-то методики как дизайна способы различные а еще хорошего почему это студентов они передают то что им говорят учителя потому что у учителей такого нету какого-то там блога студенты они выкладывают свои работы там даже на студенты арт-центр там выкладывают работы и где-то как-то можно понять сейчас я скажу мою любимую папочку такая папочка со всякими от сами там как как это все выглядит примерно это это то что нравится мне да вот такие работы у меня просто захватывает дух не то что там какие-то зафотобашенные там финальные а именно вот здесь где идет разработка дизайна вот это мое любимое эти вещи я себе сохраняю это скетчбуки у кого-то здесь он это заметки не знаю вот для меня вот это самое главное потому что за ней вот это и есть основа не то что финальная вылезанная картинка идея то есть это чистое уже если то что мы видим на арт-стейшене это уже там кто-то вылезанное и замазанные всеми там этими фильтрами кистями а графиками то здесь идет такая чистая необработанная мысль дизайнер с которой уже можно что-то почерпнуть вот например по формам так какое-то задание но это это с брейнсторма там где-то один ну что что-то формы но это для себя просто картинку сохранил там именно задание как бы как они делали и посмотрев это задание можно понять что о чем примерно они говорили и попытаться повторить там научиться чему-то от этого как они используют формы например здесь у них было формы круг треугольник как это видно очевидно да простейший дизайн там дерево они используют там чисто вот эти формы это конечно очень стилизовано но она все равно хорошо дает понимание как с этими формами работать вот дерево который основан на круге она очень смотрится гармонично потому что у него основная вот одна форма ведь то же самое треугольник идет гармонично то то же самое с тем квадратом потом там они там немножко усложняется зами сохранено не сохранено там использовали двух форм например или школе там было у нас то есть если можно основу дизайна у себя взять там какую-то форму чтобы она была главной также можно и принять за основу отсутствие какой-то формы твоем дизайне а ну вот это оттуда же то есть основная форма квадрат дополнительные треугольник и опять это делает намного более гармоничный дизайн чем чем ты делаешь то что делает человек который не знает там вещей подобных как я например дан начинал дизайне там просто каша какая-то месиво получается что чем почему когда ты не знаешь ты просто делаешь сумасшедший дизайн который смотрится ужасно он все примерно эту же тему лишь по формам там идет то есть это я к тому где я беру информацию откуда я учусь сейчас это для меня самое интересное и самое важное это я не знаю даже кто это был какой-то дизайн автомобиля то есть вот какие-то заметки там что почему он допустим днк хорошо там взял за основу днк потом потом там что-то за и еще идея была черные дыры и в итоге у него получилась вот такая машина конечно как он это соединяет это сходу не получится это опять-таки практика 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 но еще брудная клетка там да но начинать вот с таких вот простых вещей вот отсюда я я черпаю например информацию то же самое у них задание по персонажа опять потому что если я покажу какие-то свои это будет интересно посмотреть работы там даже со школы более ранее да и даже эти поздние у меня не было вот этой концепции в голове то что сейчас говорю простейшие вещи у меня этой концепции не было в голове учитывая что я начинал с нуля там огромное количество инфы просто пропускал то что мимо ушей а не понимал потому что мне не на что было эту информацию класть нас что-нибудь по нибудь ужасное найду ну например вот ну что-то жуткое непонятное что к чему почему это что это вот среди моей работы с первого еще там с первых четырех месяцев первый терм называется слишком непонятно то есть вот это вот это был мой уровень это уже больше там основана на реальности что-то более менее но опять у меня не было понимание никаких форм ничего дизайне это кажется получалось вот поэтому вот эти две книги я рекоменду рекомендую о транспорту тоже у них некоторые книги там примерно тоже это есть они объясняют там свой процесс как они думают там почему дизайн такой как он такой например transportation дизайн эти ранние пласт по моему такое есть короче если по литературе я могу порекомендовать обратить внимание на дизайн студиопресс здесь можно найти скота робертсона на канале на ютюбе там free tutorial friday тоже есть несколько там видео где он рассказывает о дизайне конечно собирался делать одну очень крутую книгу которую силу не знаю каких причин он не стал делать что я думаю расстроила не меня одного тела наслышали про how to draw how to render и третья книга собирался сделать how to design как дизайн и вот и это самую главную книгу он и отложила неопределенный срок где собственно самый кладезь мудрости просто золотая книга была бы для всех но к сожалению сожалению у нас ее нет теперь приходится вот искать в интернете рассказываю а по фундаментал сам рисовать а и то что я рассказываю как бы час попал за это но это не не смертельно не страшно что этого нет все равно нужно делать нужно заниматься фундаментал сами даже по просто рисунку по рендеру потому что не каждый же проект это там какая-то космическая опера или там сумасшедшие фэнтези там как morrowind или я не знаю там вокзал потерянных снов на очень много час проектов в основном которые основаны на реальном мире хотя бы начать с этого научиться делать это такие как ассасин скрид но полностью основан на реальном мире там просто скажем так меняют там переставляют элементы да с ними что-то делать существующими особо ничего не выдумываю куча фильмов которые происходят в реальном мире он что у нас еще там игры battlefield какой-нибудь call of duty вторая мировая тоже и пылые проекты но они полностью завязаны на реальном мире пример мой товарищ сейчас тоже позиции учился он там на пару лет старше раньше меня учился он после я сиди пошел сразу слэдж хаммер и работал над call of duty modern warfare но вот его любимая тема это солдаты это оружие здесь тоже не он не сказать что что-то там выдумывал там придумывал из головы это тоже основан на реальном мире то есть если человек хорошо умеет рисовать архитектуру хорошо умеет рисовать те же ту же самую там чувствующую броню существующее оружие я думаю это довольно хороший навык чтобы найти настоящую работу потому что таких проектов очень много не знаю там hitman пожалуйста тоже концептор там тоже можно везде и там полностью на реальном мире основа как называется то сейчас про хакеров то эта игра юбисофт почитал до watch dogs у юбисофт вообще практически все игры у них реальный мир то есть юбисофт я думаю вполне возможно учитывая что у них все игры такие раз-два я пчелся там какие-то сумасшедшим дизайном основном реальный мир поэтому это с этого начинать это то что хорошо а это обязательно потому что не умея рисовать то что есть рисовать то чего нет гораздо сложнее для меня это было просто невозможно я тоже там выжился там не знаю сколько что-то придумывать какой-то сай-фай а как и не мог толком рисовать нарисовать даже с референса что-то соответственно у меня получалось получался просто ужас с которым никакой работа найти невозможно потом я вот даже перешел смотреть на проект хотя бы вот даже это все на реальной архитектуре основана просто меняю положение элементов и чего здесь я там думал сверхъестественного вот то есть первый проект на канва адванс диплома я сделал вот этот и кстати говоря именно вот этот проект мне и дал работу арканов сами так и скажут они сами мне об этом сказали что вот этот проект это то почему они приняли решение со мной работать не киберпанк нет нет ну потому что то что сделано в киберпанке совершенно ничего общего не имеет с тем что сделано в pray pray основан на реальном мире там на 95 процентов поэтому именно вот этот проект для них сыграл ключевую роль здесь выборе так что в любом случае нужно начинать с основ просто рисование там пейнтинга рендера там какого-то забивать себе полностью голову референсами было из чего потом дальнейшем когда уже эти вещи там чуть не на автомате чтобы можно было что-то уже придумывать свое любом случае этот путь необходимо пройти или как бы в моем случае можно пыжиться это все делать тратить время но в итоге все равно вернуться изучению этих референсов рисованию этих референсов больше тем лучше я думаю да смотри такой вопрос функционал в ущерб дизайну или дизайна в ущерб функционал я думаю зависит от проекта но твои личные предпочтения мои личные предпочтения но у меня как я уже сказал образование техническое поэтому она мне легче то что то образование которое получил мне помогает помогала и помогает лучше понимать как вообще все функционирует поэтому я начинал с того что легче мне я даже дизайн школе были там он был на функцию понимание форм то есть то что он наверное имеется ввиду здесь по дизайн то есть форму рокорфанкшен или фанкшенова форм на по типы дизайн понимание форм у меня не было абсолютно я начал более-менее что-то как-то понимать что это существует уже вообще после окончания школы поэтому у меня был упор полностью на функционал полностью функция весь свой дизайн который вот у меня есть школьный я строил именно начиная с функции как-то работает уже потом что-то сверху наворачивать даже например это вот этом карета которая работает на пару я изучил я открыл не помню название издательство поезда я изучал поезда как работает поиски элементы как что куда двигается куда что подключается идет и уже на основании этого я подумал как эта штука работает и дальше просто как бы наворачивал там можно сказать что он придет голову он не забывая про лейтенцы конечно здесь у меня был функционал но есть проекты в которых все наоборот пример знают а мне что закидают не закидают mass effect mass effect по моему он чисто на формах построен или те же звездные войны конечно на форме все построено даже тот же эти эти с невозможной ногой да это просто две палки соединенные там шарниром каким-то изначально но это не может функционировать потом уже конечно когда это звездные войны стали развиваться появились там китай справочники там кат вью и прочее там до придумали какой-то механизм три а до этого же не было этого ну просто две палки шарнир вот его нога она не функционирует в реальности ну я не знаю по поводу тех того дизайна но те же звездные войны все эти модели они двигались суть в том что это же была не компьютерная графика модели которые двигались помощью кукловодов поэтому с помощью кукловодов но не с помощью какой-то реальной механики вот если посмотреть на эти эти конечно они двигались потому что они были это были статичные какие-то там фигурки правильно статичная модель вот эта штука у нее нету здесь никакой гидравлики ничего это просто вот палка через шарнир крепится ко второй палки все двигалось ну потому что это кукла потому что человек и двигать реальность таких механизмов сколько я знаю нету которые вот просто палка через шарнир соединенных ее нужно чем-то двигать например тот же самый в руке сустав для этого у нас есть мышцы сухожилия которые эту функцию выполняют как она называется не помню односторонние или что да то есть у нас так как мышца действует в одну сторону у нас две мышцы одна сгибает другая разгибает здесь этого ничего не на этот там тут просто ротор может быть вот это уже потом придумали во всех этих котовью книгах которые появились позже ну неважно пускай да хорошо пускай это пускай это работает пускай это плохой пример я говорю потому что это зависит от проекта где важен дизайн смысле где важные формы и где важны важна функция хорошо давай пример что было важнее дизайн или но функционал или работа с формами ну учитывая то что делал я меня никакого там супер важного дизайна не было то это конечно было чисто формы и изначально там стилистика уже какая-то была задана на то что я говорю там электроника семидесятых или там арт-деко ты просто играешь с композицией этих элементов но вообще сам проект кто играл в игру обратили внимание что она очень хорошо хорошо продумана именно в функционировании всей станции и и весь проект все-таки был больше на функции например станция вот это голос 1 она изначально не была такой там меняли сейчас рисую верно чтобы было понятно то есть в этой станции меняли положение целых участках вообще всей станции если там вот есть как гад с эти кишки там у тебя арборитом здесь там еще что то еще что то и изначально дизайн вот такой просто кубики с названием потом нет нам это в игре не подходит но и весь дизайн дальше строится вокруг этого мы хотим чтобы эта штука была здесь соответственно они меняют исключительно функцию там геймплей потом вот эта вся архитектура уже подстраивается под новое положение а меняются положение всех коммуникаций электроники всего соответствии с изменением координат вот этой части игра была больше построена на функции потом даже касательно отдельных дизайнов например я не помню как он назывался там испытания какие-то штука для испытания бомбы какой там шар был здесь стекло потом сюда подсоединялась какая-то труба которая дальше шла там куда-то в сторону здесь выходила возле пульта сюда там ты кладешь бомбу я не знаю в игре это есть или нет я говорю о том какая была функция у этого дизайна и почему он выглядит именно так это как раз когда я был у них в гостях там концептор как его патрико ленича он делал эту штуку дизайн начинался именно как функция и все остальное следовало уже этой функции есть для них было конечно да важно первичная была функция потом уже были важны формы вот говорил что тебе проще работать с функционалом что ты можешь посоветовать людям которым точно также проще работать с функционалом как себя переламывать и в каких именно местах надо себя переламывать чтобы сделать дать больше дизайна чем функционала больше касается личных проектов да потому что это работаешь там от тебя не зависит если ты не умеешь работать с функцией не очень хотят там видеть если ты не работник хоть не умеешь работать с формой то наверно там тебя не возьмут буду обращать внимание на твои работы поэтому ты получишь то что показываешь что умеешь переламывать но я не думаю что и нужно переламывать это нужно возвращаясь опять к началу разговора просто тренироваться тренироваться и все практикуешься делать то что у тебя не получается у тебя есть ты хочешь получить этот набор навыков есть талант какой-то предрасположенность к чему то что у тебя легко получается потом какой-то дополнительный у тебя по ходу твоей жизни получился нам до получил образование техническом университете соответственно ты уже как-то функционалу предрасположен тоже и дальше а дальше ты хочешь знаю работать на blizzard соответственно тебе абсолютно плевать на весь функционал тебе нужны очень крутые формы а форма у тебя потом вот здесь на и надо что я показываю а форма у тебя вот здесь просто напросто прокачиваешь смотришь на работы хороших художников анализируешь учишься дизайну нарабатываешь опыт например я другое вряд ли смогу посоветовать только опыт только практика тренировка есть такой крутой чувак забыл имя сейчас у которого формы просто безумные очень классный дизайн я просто наслаждением просматриваем так как я пытаюсь сейчас ножка в эту сторону интересно а вот полу ричардс смотреть работы художников и как полу ричардс пытаться понять что они делают дизайн вот да например проект хоп показать какие здесь функции летающие камни левитирующие там в середине горит кристаллическое пламя конечно здесь чисто форма и там мост который появляется из срастающихся корней ну конечно это все форма исключительно смотреть на работы хороших художников анализировать тренироваться тренироваться еще раз тренироваться я думаю это лучший совет который я способен надеюсь надеюсь не разочаровал но к сожалению к сожалению я тоже я тоже так же и не я один все ищут вот этот волшебный ответ вот это какой-то я не знаю лохимическую формулу секретное слово которое сразу ага вот оно точно открывает но если вы послушаете любого концепт-артиста любого вообще в любой отрасли наверное все всегда сводятся вот к этому практика 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 это конечно не хорошо было бы приятно съесть таблетку и все это уметь но боюсь я вас разочарую здесь только практика это нарабатывание часов нарабатывание своего навыка и все ну и выкладывать выкладывать работы на постоянной основе вас точно увидят точно найдут придется отправлять резюме которые уходят в пустоту так но я думаю мы разобрали все вопросы которые планировали давай перейдем к фидбэку давай перейдем к фидбэку посмотрим по порядку да открываем посмотрим так алла ну сразу в общем я смотрю примерно то о чем я сказал или хотел сказать что все хотят сразу делать крутой пейнтинг офигенную картинку все таки я считаю что нужно начинать с дизайна ладно я наверное или в процессе или после скажу как я подхожу да вот к созданию подобные картинки алла у нас значит работа как у концепт-артиста мы работаем над играми над фильмами в основном хотим работать это нести какую-то идею и что очень очень хорошо очень очень сильно и всегда нужно учитывать как наш дизайн будет транслироваться кому-то в голову зрителю или игроку почему например в фильме любой дизайн в основном мы видим чуть ли не доли секунды и зритель сразу должен понять что это почему это как это действует в чем смысл и так далее поэтому к сожалению повсюду у нас присутствует такой дженерик дизайн потому что человек должен быстро понять что это зачем это и сумасшедший дизайн очень все боятся сумасшедший оригинальный дизайн все боятся особенно где много денег боятся использовать это как бы так общий общий вопрос вот и исходя из сказанного я пока не понимаю о чем нет я примерно понимаю что идея наверно была киберпанк какой-то учитывая что у нас это грязная аллея задворки неон иероглифы наверное это киберпанк по мнению немножко непонятно что это что эта сцена показывает почему сейчас не знаю там не знаю того что те спецификации которые себе выбрала для этой картины мне сложно понять почему этот человек один например что это за аллея что это за мир в этом этот мир в нем нет какого-то ну как например в блейдранере выбрали какую-то отдельную тему для себя арт-деко они или что использовали здесь ну как бы обычная аллея освещенная неоном стандартный киберпанк но я не буду в детали вдаваться я как большую картинку потому что поэтому что большую картинку мы видим вот почему этот человек там один что-то он там в телефоне ковыряется ну сложно понять цель картины у меня будет такой фиду в техническом плане в плане презентации никаких вопросов абсолютно нет все хорошо сделано все как бы технической точки зрения там чисто читается общий смысл ловить сложно пока что общий смысл который я вижу это стандартный киберпанк изюма нет насколько я понимаю ну изюм неважно как назвать здесь какой-то должен быть страшно страшное слово дизайн лэнгвич здесь дизайн лэнгвич ну стандартный мир просто стандартный земной мир в который добавлен в который добавлены неоновые вывески иероглифы стандартный такой киберпанк которым которого много на арт стейшн который ну нет да как ты говоришь изюм нету того что его выделяет основная как я уже сказал основной вопрос это непонятен смысл того что происходит вот далее я не вижу смысла даваться с детали все они все хорошо технически все круто дальше даже он дальше и который фидбэк я отдаю по 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 каждому человеку но наверное каждому стоит обратить внимание потому что наверняка будут у них похожие моменты здесь тоже самое первое первое это но не непонятно немножко что происходит да конечно понятно что это космические корабли да понятно что это человек но что это это вторжение куда-то и что человек такой расслабленный стоит смотрит какой-то не поле тоже тоже непонятно назначение этого поля ведь как я сказал в самом начале что если вы посмотрите все эти пейтинги которые я не говорю про артстейшн которые я советую особо не смотреть я имею ввиду работы профессиональные которые сделаны для фильмов там всегда каждая картина она не она не стремится там сказать сто тысяч пятьсот каких-то вещей у нее всегда есть у каждой картины в основном наверное всего одна вещь одна основная идея которая у тебя будет и focal point и вся картина будет поддерживать эту идею вот здесь немножко идея от меня ускользает это может быть вторжение товарищ расслабленный может быть наоборот это какая-то армия куда-то летит да это земная неземная потом если это земная армия то нету никакого намека на земле где стоит этот человек что у них есть что-то общее чтобы это была земная армия если это вторжение ну товарищ очень расслабленный во-первых во-вторых ничего на земле не подсказывает что это вторжение чего-то там разрушенного хотя бы где-то дым на горизонте да наверное наверное вот это и будет как здесь ну примерно то же что по первой с технической точки зрения ну в принципе нету никаких у меня нареканий потому что это концепт-арт это не картина для галереи и она не должна быть там сто процентов физически правильной с идеальным освещением и прочим конечно это желательно но если передает идею то в этом нет такой прям жесткой необходимости поэтому да основной основной момент это сложно понять о чем эта картина дальше здесь уже как бы по поводу идеи ближе да понятно что это какая-то атака этого паука чувака чувака но в этом случае здесь ну к дизайну у меня претензий никаких нету наверное потому что опять-таки я не знаю всей спецификации которая была у славы о чем именно здесь поэтому дизайн сам не все все в порядке я могу сказать здесь есть по картинке которая которая не поддерживает основную идею деревца вот раз само расположение деревьев да оно такое случайное так как у нас focal point вот здесь на человеке центр то можно было как-то больше обыграть тем же лесом я же видно мой курсор нет ясно попробуем скинуть просто нажми копировать можно немножко композицию поменять портрет получился если портрет наверно это будет совершенно другое но если это как какой-то шот из фильма или что-то да то можно по-другому по-другому меня слышно я не не бормочу себе поднос то есть деревья кстати сверху нарисую да что ты знаю свой фотошоп деревья вот деревья меня сильно смущают вот 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 эта штука такая сильная она как-то давит не в хорошем плане что давит она поддерживает атмосферу а давит просто делает плохую композицию то же самое вот эти случайные какие-то мои точки зрения вещи все деревья просто просто получается у нас линии но все-таки я бы все-таки не отвлекал внимание от этого товарища вот такими руками они очень сильно привлекают свое внимание может попроще там как-то короче да упростить бы немножко может быть деревья опять сделать там больше какие-то поддинамичнее чуть-чуть чтобы они у нас дали чуть-чуть вели этому человеку они не были просто ну это как как ритм так как это многие говорят то есть если послушать звук это будет просто монотонный какой-то получается там нету никак ничего до движения можно добавить ну то есть как как рамку сделать просто скажем тогда из деревьев если побольше будут деревья там это поменьше и общий общий чтобы было движение все сюда а этого персонажа можно там добавить ветками если ты хочешь еще больше рамку сделать там сделать больше листвы и уже вот такой но не такую детализованную она полностью вообще детализация на заднем фоне сливается с той детализации которая есть на этом персонаже это усложняет усложняет восприятие усложняет восприятие почему я не знаю как бы этим интересуются люди не интересуются это как бы уже изучили опробовали и попрактиковали и те же классические художники у которых были годы на написание картин и прочего усложняет усложняет потому что силу того как устроено наше зрение у нас есть конус зрения в котором который у нас показывает детали и и у нас есть периферическое зрение которое нам показывает движение там у нас детали нет абсолютно я говорю про человеческое зрение просто примерно исходя из этого принципа эту детализацию можно отчинить смысла вот в этих вот листочках нет абсолютно можно сплошными большими формами как они и будут при как бы если ты будешь по-настоящему смотреть на этот лес соответственно у тебя будет легче восприниматься вся картина в целом ну и конечно здесь то же самое сделать с детализацией вот это вот вот пайка не нужна только шума нет в этом центр у нас здесь все детали здесь добавить чуть-чуть рамки примерно как я показал и конечно с освещением поиграть но освещение это уже будет сложнее подольше не буду то есть освещение сделать как бы используя тот же принцип что у нас focal point главная цель здесь поэтому освещение основное здесь остальное можно там затенять где-то сейчас немножко выбивается думаю да думаю это все что я хочу сказать по работе надеюсь слова этого фидбэка будет достаточно пока что чтобы делать картинку лучше конечно фидбэки можно давать бесконечно я имею ввиду по полюбой этим конец ну должен быть конец по двум причинам по причинам что подает фидбэк не всегда все знает и вторая причина самая главная это школе тоже самое ты не можешь дать человеку всего фидбэка потому что это зарубит зарубит его полностью слишком много информации которую просто невозможно переварить потому что в принципе нужно менять полностью любую картинку если слушать там фидбэк от какого-нибудь там суперкрутого артиста там не знаю райан черч может дать такой фидбэк любому что положишь так вот стилус и больше никогда не притронешься константин константин примерно понятно что-то вроде постапокалипсиса на фоне на фоне куда все указывает видимо там цель героини которая не знаю уходит приходит наверное неважно иначе приходилось бы стрелочками показывать ну честно говоря сложно дать фидбэк наверное будет самое большое это вот то что я говорил до этого опять таки по детализации что немножко упростить детализацию ненужную которая наверное увеличить на городе немножко что-то поинтереснее проработать потому что раз у нас там focal point раз у нас там цель туда бы хотелось немножко больше привлечь внимание потому что сейчас давай я это еще раз фотошоп скину хорошая проверка это как работает пункс пункс работает он нам говорит что вот здесь нас сильно привлекает внимание то есть верно простить здесь каким-то образом не нужно всех храм каких-то внутри очень большой контраст получается в этой части но вся композиция говорит что цель наша здесь и так как цель наша там верно и дать больше места цели для меня немножко тесновато она выглядит и как-то может улучшить контраст не обязательно же опять таки повторюсь это концепт-арт у нас не обязательно все законы физики нам прям вот соблюдать соблюдать план да что рендер это даже пейнтинг поэтому делаем то что важно для нас и то что сейчас я пытаюсь сделать это всегда в своих работах делает эдуарда пенья ему абсолютно плевать на эти вещи он может сделать на заднем фоне у тебя контраст там чуть ли не черные цвета использовать если ему нужно там сделать focal point вот ну главная главная сама работа композиция чуть придать контраст здесь сделать драматичнее небо тоже контраста главное подчеркнуть именно то место где ты куда-то хочешь чтобы смотрел что ничего страшного нет в этом я не вижу это концепт-арт решаем немножко другие здесь задачи вот так детализацию отправить спи в принципе у нас тут все хорошо картинка выполняется как тебе решение что волосы девушки и рюкзак одинакового цвета как мне такое решение я сразу скажу что я не самый лучший пейнтер поэтому не во всех вопросах стоит полагаться на мой таких мелочах я тоже учусь поэтому с моей точки зрения ничего страшного нету объединены цветом они одно целое может сказать единственное только если размер как-то поменять там ну положение там спрятать больше объединить чтобы раз было возвращаясь к дизайну что-то я опять не туда нажимаю так у нас они примерно одинаковые обращать внимание на большие и маленькие средние формы в этом плане можно подправить хорошее замечание я этого не заметил поэтому наверное большего я здесь скажу простить ненужные детали добавить их сюда в focal point девушка здесь получилось со всей композиции немножко вторично кажется да я думаю большего я здесь не скажу да вот а как можно было бы выделить девушку то есть сделать ее силуэт более читаемым чтобы просто человеческий силуэт в глаза бросался ооо ооо сейчас скажу как можно было бы это у нас пейтинг это у нас не какой-то дизайн для 3d шника или чего-то здесь мы больше показываем цвета освещение да муд какой-то этому что-то поэтому нет необходимости нам прям вот девушку показывать 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 можно это делаем просто напросто просто напросто просто напросто ближе ближе вот так сказать с перспективой поиграть и прочее выбирать место для них как мне тоже давали фидбэк не бойся прям персонажа вот так чтобы он у тебя там покрывал просто это будет рамка так как и он главное можно вот так его просто разместить он будет поддерживать основную идею основная идея здесь как как я увидел это с этой частью можно там делать что угодно страшно вот так можно и поближе как я сказал да это же это же не для 3d шника персонаж можно хоть одну голову оставить если поддерживать будет основной позицию я думаю что мои самые глубокие знания здесь заканчиваются что давайте переходить к следующей константин надеюсь хоть чем-то этот фидбэк помог здесь 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 понятно единственное что можно было делать наверное с атмосферой чуть-чуть сделать глубже как-то плюс опять добавить глубже сейчас хорошо давай опять рассказываю и показываю курсором вот вот и он преследок вот Продолжение следует... 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 Сделать какие-то элементы, чтобы они друг друга перекрывали просто. Добавляется солдат там где-то, что они не на одной плоскости, а что-то одно впереди другого находится. У них нет, мне кажется, композиции в плане того, что машина это и солдаты они смотрят почему-то в разные стороны. То есть можно же создать такую штуку, когда человек что-то там дорисовывать будет в своей голове. Ну то есть если просто направить взгляд в сторону, а в стороне ничего не нарисовать. Это же вот картина «Девочка с персиками» использует такую штуку. Ну и все фотографии, когда девочки смотрят пустым следом в окно. Ну для меня, когда все это смотрит в одну сторону, оно твой взгляд просто уводит. И опять-таки на мой вкус, наверное, когда у тебя фото смотрит в одну сторону, фото в другую, это будет больше как-то... То есть композиция будет больше держаться на картине, твой глаз будет и туда, и туда. Ну и плюс, маловажный момент, это как именно работа вот этой вот команды солдат. Они же не в одну сторону, там, они то есть прикрывают все направления. Какая-то там тактическая составляющая. Поэтому я предпочитаю, например, чтобы... То есть как бы растягивали, да, картинку. Если есть что-то, у чего есть направление, чтобы оно картинку растягивало. Или же чтобы было движение на самой картинке, опять-таки не с картинки, а оставалось внутри. Ну, конечно, здесь нужно с масштабами еще поиграть, да, сейчас они у меня получились. Получились одного размера, можно что-то ближе, что-то дальше, там, группировать по-разному. Допустим, ну, двое, ну, чётное, просто чётное количество, ну, не очень на мой вкус. Я предпочитаю, там, чередовать, да. Если у тебя есть чётное, там, добавить что-то нечётное туда. Или если у тебя скупированы, там, вот, два солдата тут, например, здесь стоять, смотреть, там одного можно сюда добавить. Ну, ритмы простые. Да, 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 да. У нас основа абсолютно дизайна, композиции. Самые самые. Другой плюс добавить, что-то мы хотели. Фон чуть-чуть, опять, дать буквины какой-то. Важно сейчас абсолютно случайную форму нарисую. Просто как идею покажу. Даже можно, опять-таки, возвращаясь вот к этой части, сделать оверлап, да, то есть наложение разных фонов друг на друга, чтобы не было такого, что они находятся на одной плоскости. Показать, что один спереди другого. Просто случайные формы, поэтому особо не смотрите. Я показываю идею. Там неважно, либо это горы, либо это какая-то структура, то есть у нас появилась какая-то глубина в картинке. Сейчас все находятся на одной плоскости, то здесь немножко появилась глубина. Конечно, это пустая сторона. В принципе, я думаю, понятие сказать. Можно также какие-то добавить, дать пинты на местности, что это такое. Пока что она так пустовата, на мой вкус. Опять-таки, с технической точки зрения, Константин, у меня вопросов нет. Кирилл. Кирилл, у меня будет фидбэк, наверное, такой же, как и первый для Анны. Такой SM1. Сейчас как бы стандартный киберпанк, где я вдохновлю на Blade Runner 2049. Но это как бы ничего страшного в этом нет. Но фидбэк, да, у меня такой же будет. Сам мир. Здесь более понятно, есть какое-то уже взаимодействие, да, персонаж и коллограмма там. Если бы еще человек не отвлекался, звонок по телефону, это уже так мелочь. Здесь, да, наверное, скажу только по поводу мира. Что нету какого-то такого дизайн-лэнгвича своего особого. Стандартный киберпанк. У него есть четыре цвета для светофора. Три светофора, да. Три светофора — это интересно, оригинально. Поэтому, Кирилл, тот же фидбэк, наверное, что для Анны. К сожалению, нового я мало могу добавить. Антон. Мне нравится. Прикольно. Позиция, длина хорошая. Дизайн есть, да, что-то более-менее видно, то есть там не какой-то силуэт вдали. Там какая-то деятельность есть, человек записывает, пришел там техник. Прикольно, как, как они называются-то. Там, кто-то называется. Механикул. Как establishment shot, да, это называется. В этом плане, наверное, все хорошо. Тут чуть только сейчас. Сейчас я сделаю. У меня тут будет сейчас не то, что фидбэк в начале, а, наверное, претензии у меня будут быть в такой работе. Причем. И это, я думаю, очень нехорошо. Претензии у меня будет в этой работе. Вот к этой части, в том плане, что она, да, она у нас уходит в клуб, да, она у нас не focal point, да, это не дизайн для 3D-шника. Но вот эта часть выглядит, как будто ты поработал здесь, чуть поработал вот тут, а здесь выглядит, как будто, а, ладно, там оставшиеся 5 минут. Работа все равно должна быть закончена. Она должна выглядеть так, как будто бы ты ее бросил на полусловие. Я думаю, да, то есть чуть-чуть как бы больше подетальнее ее как-то определить, потому что сейчас, если это какая-то структура, да, видно, искусственная, вот эти части, они не идут как какой-то повторяющийся элемент, который, по идее, был бы, да, так как это какая-то структура, сделанная человеком. Это что-то произведено, как это было производство, оно не может там, ну, как я считаю, допустим, быть каждый этот участок индивидуален, если у нас это какая-то техническая конструкция, в этом нет необходимости. Ты рисуй там, где-то показываешь. А, не видно ничего. Ну вот, то есть нет какого-то формы там общей, да, какое-то единственное в формах нету. Так, красный сейчас. Дизайн лэнгидж, если ты выбрал, у тебя вот твоя сильная форма, как я вижу здесь, да, там есть она, а дальше она тут в какую-то там какая-то кашица превратилась, да, в какую-то кашицу. Абсолютно не соответствует, поэтому я бы немножко сделал более такое однообразное. Повторяющиеся элементы показали бы нам что-то искусственное, создано человеком. Да, это не нужно там прорисовывать. Что такое? Почему я сегодня не умею в Photoshop вообще? Вообще прям, о. Просто дизайн лэнгидж свой чуть-чуть привести к какому-то более-менее одному. Я думаю, это не привлекало бы такое внимание сразу, как сейчас, и не выглядело бы незавершенным. А в остальном, конечно, нам здесь функция этой вещи непонятна, как у многих sci-fi, да, там что это за форма, для чего она. Не всегда это важно, если у нас здесь главная форма. Ну, хотя бы какое-то единственное, что в форме было. Ну, вот здесь то же самое. Поэтому, если, например, посмотреть на таких крупных товарищей, как Крэг Муллинс, он здесь никогда в жизни не будет там рисовать, как вот это дело, но он все равно определит. Даже мазня, она будет, это более-менее там, да, однообразна в этом плане. Однообразна не в смысле, однообразная и скучная, а однообразная, то есть... Консистент, консистент, даже не знаю, какое-то слово будет по-русски-то. Сейчас, извините, посмотрим. Последовательный, вот такое слово сказать. Да? Да. Наверное, это все, что я могу здесь сказать. Ну и последовательно. Персонажи. Персонажи. Попробуем. Так как у меня персонажей отсутствует, Роман, сильно не огорчайся фидбэку. У меня будет более такой общий по дизайну, наверное. Что я отсюда могу понять, что это, видимо, какой-то фэнтезийный персонаж. Видимо, какие-то апгрейд для одного и того же персонажа. Потому что отличия небольшие для того, чтобы это были вариации, допустим. Но каждый последующий выглядит чем-то более навороченным. Так что я предполагаю, что это апгрейд персонажа. Сейчас я секундочку. подумаю, что я смогу полезного сказать вообще. Наверное, я скажу, что больше обращать внимание на такую большую важную вещь, как формы, которые у тебя есть в дизайне. Большие какие-то, средние и дальше маленькие. Сейчас для меня немножко все сливается. Ну, зон отдыха, мне кажется, нет. Ну, то есть я это имею в виду. Да, я это имею в виду. Ну, штаны у нас темные, тоже немножко. Ну, то есть у тебя формы. Тут вообще зоны сам все. Смотри, примерно у тебя все одинаково. То есть немножко так оскучняет твой дизайн. Да, у тебя везде все одинакового размера, примерно. Добавить как-то разнообразие, наверное. Видишь, то есть все у тебя, вот у тебя везде одинаковые какие-то средние формы. То есть везде много шума, да, вот правильно я его сказал. Детали, ну, нет необходимости. Наверное, повсюду этот плащ мог бы просто сплошняком сделать, наверное, оставить силуэт. Сейчас он просто добавляет шума и увлажняет вообще восприятие всего дизайна. Опять-таки эти повторяющиеся элементы, у них то же самое, то же самое замечание. Все просто одинаковое по размерам идет. Да, и как бы, когда у тебя или нет focal point, или когда на все нужно смотреть, то ты ни на что не посмотришь, потому что ты не знаешь, куда надо смотреть. Что самое главное в этом дизайне. О чем этот дизайн? Сейчас пока он превратился в шум. Броню можно, как и он говорит, буквально какие-то сделать. Здесь немножко уплотнить как-то. То есть по-разнообразнее сделать формы, добавить разнообразие в них. Да, они у тебя имеют форму одна и та же, но она везде одинаковая и по размеру вообще по всему. Добавить к примеру. Большую форму там, попроще. Посмотрелось. И, наверное, чередовать. Так, сейчас будет сплошное. Можно те же элементы там на обувь добавить. Тоже какой-то. Все вроде полегче. Дальше у нас идет опять, видишь, сливается все. У тебя здесь опять куча деталей там одинакового размера тоже. У тебя наверно одинаково. Тоже сложно смотреть, сложно принимается. Можно, допустим, раз в стыд. Я думаю, все-таки печь поважнее. Плюс поинтереснее, когда чередуюсь. Упростить немножко пояс можно как-то. Можно эти вкладки. Кажется, абсолютно. Чтобы не было вот всех одинаковых вещей, которые делают дизайн менее интересным. Добавить здесь разнообразие. То есть такая форма, там побольше. Здесь большая у тебя пошла. Накидка там у тебя поменьше. Тоже ее как-то упростить. Дизайн уже будет восприниматься полегче. Присывался. То есть если здесь у нас смотрится так. Шумновато, сложно смотреть, потому что одинаковые формы у нас были. И везде одни детали. Если чуть-чуть добавить разнообразие. Наверное, можно как-то его... Плащу простить. Тоже он сильно привлекает свое внимание. Там слишком много деталей. Немножко попроще. Немножко попроще. Только попроще. Так, конечно, все слилось в одну пучку. Можно его продолжить. Чтобы не было таких tangent point у нас. Которые тоже портят дизайн. Портят силуэт. Портят. видно там про него и так далее. Остальные то же самое, тот же принцип, все части одинаковые идут, одинаковые размеры, тоже сложно очень принимать, нету какого-то focal point, все равно вот этой бородой хорошо, если вот это упростить, часть грудину, поменять размеры примерно как здесь, соотношение, ну вот здесь у тебя получается много деталей, как раз туда focal point у тебя и пойдет, наверное это все что я могу сказать персонажа команда. Это манковец. Ну это я так понимаю, это как называется тренировка Итана Зана, по Итану Зана. Что за тренировка? Ну как это, мастер стади можно сказать, да как правильно называется, когда перерисовывают мастеров, это конечно хорошо, но, кстати, вот дополнительная, я думаю хорошая тема. Для поиска работы это скорее всего вредно, как бы для тренировки, для практики, там скилла, конечно нужно это сделать, а вот когда ищешь работу, мне вот со мной поделились знающие люди, которые работают давно и повсюду, что обычно если арт-директор там или кто видят в портфолио именно тренды, работы которые вот тренды идут там, знаешь, не знаю, пинтинг камней там каких-то красивых стилизованных или там одно время был бюст солдата там какого-то, а не бюст какого-нибудь злого пришельца или там фото башенговый солдат, обычно это вызывает сразу очень негативную реакцию и отторжение, я к тому, что тренироваться подобными работами нужно, но в портфолио наверное не очень стоит, потому что все эти люди тоже смотрят арт-стейшены, все эти люди тоже прекрасно знают источники таких работ, все они прекрасно знают кто их делает и какой там уровень, и когда они видят, когда то, что человек пытается таким портфолио найти работы, но в лучшем случае не очень интересно, предпочитают когда что-то есть более оригинальное, это не мои слова, это слова Джона Парка, что когда видит арт-директор портфолио, состоящее из работ, который, так сказать, который тренд идет, да, какой-то там по арту, это портфолио сразу летит в турное ведро. Нужно быть маргиналом. Что это значит? Ну, типа, отдельно от всех, мне плевать на всех, я не знаю никаких трендов. Примерно, да. В качестве, наверное, тренда это хорошо, а именно в дизайне, я говорю про дизайн, но в дизайне, наверное, не стоит все вкладывать в портфолио, лучше что-нибудь свое показать. Потому что было одно время портфолио завалено, там, с питпейнтами, там, это моя пятиминутная практика, там, какого-нибудь ландшафта, там, все завалено было потом, да, как я уже сказал, там, зибраж начался, там, просто с каждой щели торчали вот эти пусты злых инопланетян бессмысленные. Сейчас дальше вот с этих, когда выходит, там, пластовая основная, анчарты 4, да, какой-то там, выкладывают работы. Китинзана, все крутые чуваки, там, я не знаю, кто, Шадис Афади, идет такая просто волна вот этих работ, которые копируют и выкладывают, выкладывают в артстейшене, там, не знаю, в попытке найти работу, смотрится так не очень, лучше оставлять эти работы для себя лично, просто для повышения навыка. Так, о, в самой работе, с композицией, я думаю, все нормально, да, у нас есть и движение, здесь стандартные, кривые эти, S-кривые, C-кривые, да, как это, чему у нас все учат. Сам дизайн, да, антенна сделана хорошо, интегрирована 3D, но нужно немножко, наверное, я думаю, у многих такое, кстати, заметил. не нужно бояться этой 3D-шки болванки, которую ты использовал, потому что здесь она практически живьем, я так думаю. 3D-болванка это всего лишь, как сказать, такой просто road map, там можно менять все что угодно, это больше должен быть ориентир, там, для перспективы, больше для этого, для расположения всех этих элементов, но поверху лучше, конечно, что-то с этим сделать, потому что сейчас оно смотрится немножко сыровато-пустовато. Зайна у меня такое будет, добавить каких-то, может, повреждений, может, что-то, может быть, здесь есть какие-то, я не знаю, какой-то груз, может быть, он с чем-то пришел, оставил тут какую-то, а, видно мой курсор, не видно? Угу. Идем. Мое, я опять, то есть, вот у нас здесь есть болванка, которой еще можно поработать. То есть, ты заметил, что это стерильная форма или не такие? Я заметил, что это 3D, которая у меня такая же часто проблема бывает, ну, у многих это, что когда есть 3D, то есть человек, у которого мало опыта, он боится дело менять и остается примерно то же самое, что ему 3D на рендерилось, там, не знаю, текстура сверху наброшена, но немножко, все, в этом нет необходимости это оставлять, лучше немножко все-таки поработать над этим дизайном, потому что смотрится довольно стерильно. Может быть, какие-то разрушения добавить, не все осталось, если у нас этот шар немножко проржавел здесь, да, вот он чуть-чуть обрушился, то можно того же самого, ту же идея добавить здесь. Не обязательно иметь всю эту лесенку, можно где-то поубирать, опять всегда держать в голове по поводу формы, да, что я говорю, большие формы, какие-то средние, маленькие формы, чтобы поинтереснее дизайн был. Может, сейчас у нас есть какая-то средняя форма осталась, здесь, это уже, как бы, я больше деталей, да, в общем, в общем, все нормально смотрится, дизайн есть, примерно понятно, о чем это, композиция в порядке, я не знаю, глубина там, глубина показана. Сейчас я уже больше, как бы, здесь даюсь добавить уже какого-то там интереса. Не обязательно иметь такую стерильные эти перилы, которые, кстати, не совсем выполняют, наверное, свою функцию. Пилы по колено. Вопрос к масштабу. Эти перилы могут отсутствовать, допустим, да, здесь вот хорошо там показываешь оверлап формы тайна, там, я бы, допустим, делал, что здесь какой-то участок отсутствует, добавил здесь вот эти, эта лесенка везде есть, здесь тоже оставить, там какой-то промежуток оставить, уже какое-то разнообразие дает, добавить еще высоты можно где-то, может быть, здесь какая-то дополнительная конструкция, там, поддерживающая и все что-то. Чуть дальше сюда, допустим, тоже какую-то конструкцию показал. Показываю там перспективу на тролли. Здесь тоже самое, может быть, здесь есть деревянные щиты и бон. К примеру, то есть, здесь варианции куча может быть. что-то он с собой принес, какой-то кусок материи у него там остался, кто-то здесь лежит. Ну, тут тоже, как бы, нужно знать меру, да, чтобы не получилось совсем джанки там что-то. потом добавить и что-то логичное уже в самой картине, что там человек этот, его привезли, там, выгрузили с каким-то грузом, там, что-то он оставил, здесь, может, стал поднимать там какой-то большой кусок оборудования. Какие-то там остатки, я не знаю, упаковочного материала еще отсюда опять нестерильные. Всегда что-то, что-то остается. Например, в качестве референса такой конструкции можно посмотреть на... Ну, давай посмотрим... Это к вопросу, что можно, как можно добавить интереса, чтобы не было так стерильненько. Опять-таки, я говорю с точки зрения того, как делал бы я и как я это понимаю, я не знаю, какая была спецификация у человека, который делал это. У этого мы можем, например, какую-нибудь, ну, с моей темой, да, там, нефтяная вышка какая-нибудь. Как ее назвать-то? Станок-качалка, давайте посмотрим. Станок-качалка. Есть у нас станок-качалка, стоит вот у нас на кусту. Смотрим, хотя бы курсор не видно. Как можно добавить интереса? Вот прямо с референсов. Многие такую делают ошибку, не любят референсы. Однако референсы – это такой очень хороший источник, хорошего дизайна. Вот сравниваем стерильную 3D-болванку и то, как можно было, просто глядя на один референс, сделать что-то поинтереснее. Сначала покажу на референсе это. Это наши перила в дизайне, которые есть у этого радара. А вот это то же самое, что у нас есть на настоящей скучной качалке. Те же самые ограждения. Вот у нас идет часть. Да, вот она идет у нас. Часть – это забор простой. Среди этого забора уже есть какой-то интересный элемент. Есть дверь, которая добавляет у нас и толщину больше, разнообразие в толщине, и высоту разнообразия добавляет. Дополнительные элементы нам дает уже. Потом есть у нас с этой стороны ток ограждения. Если здесь были у нас низкие и широкие элементы, то здесь у нас узкий, высокий элемент. В нем тоже есть повторяющийся элемент. Здесь есть какая-то табличка по безопасности. Здесь на двери… Давай поближе посмотрим. Так, тут ничего такого не видно, но можно добавить самим. Какое-то запорное устройство будет. Дальше у нас идет еще один элемент – высокий и широкий. А это всего лишь глядя на первую попавшуюся скучную качалку. Какое у нас уже идет разнообразие в сравнении с просто голой 3D-болванкой. Как много оно нам добавит интересных талий, элементов и вообще. На референсы нужно всегда смотреть, что это основано на референсах. Именно на такой случай я заготовил работу одного нормального концепт-дизайнера. А вот уже отличие какое у нас будет. Как раз для такого случая есть… Джордж Холл. Многие, наверное, все ее видели. Все или многие видели «Кражи галактики» вторая часть. Есть такой там очень классный дизайн, который мне нравится. Вот этого корабля там какого-то горного, бурильного. просто смотришь, ну, блин, ну такая классная штука. Что это? Откуда это? Как это? Просто невероятно. Этого не существует. Это суперкосмический корабль. Космический корабль этот супер не начинается с того, что он сразу суперкосмический корабль. И начинается он вот здесь. Кстати, немножко про функцию, о которой говорили. Начинается этот весь дизайн вот тут. Вот эта функция, которая была для фильма. Вот всего-навсего. Она не появилась сразу. Она появилась, штука эта и он, наверное. Дизайн появился из реальных вещей, из референсов. На что смотрел Джордж Хау, чтобы обернуть нужную нам функцию. Крутой дизайн. Все настоящие вещи, это все референсы. К слову о важности референсов что ли. Не нужно чисто с головы все это брать. Всегда смотреть на реальный мир. В нем столько идей, которые можно сюда перенести. И второй пример, который я хотел показать. Это вот, кстати, студент из арт-центра. Так его звать. Тоже смотришь, какой-то супер сумасшедший дизайн какой-то там самоходки военной. Что это? Откуда это? Понять. Но на самом деле этот дизайн все опять идет с референсов. Не нужно игнорировать референсы, не нужно игнорировать реальный мир, с которого все эти идеи берутся и просто-напросто объединяются. Отличие вот этого от того, что там человек, который делает из головы, это просто в практике количество часов, которые он это делает. Идея вот она отсюда. То есть сам дизайн, если посмотреть, да, вот он, это одна линия. Сам дизайн, вот она, одна линия. Дальше он просто это все наворачивает деталями настоящих референсов. Головы из ниоткуда это взять, к сожалению, невозможно. Поэтому вот здесь фидбэк. Надо посмотреть на референсы существующие. К примеру, какие-нибудь там промышленные постройки большие. Тот же станок-качалка, там скважина какая-нибудь. Или какая-нибудь, как называется, шельфовые вышки, шельфовые платформы тоже нефтяные. Вот можно дизайн улучшить таким образом. Так, думаю, это весь фидбэк работает. Я не утомил, Юр. Все нормально, хорошо, все нормально. Концепт арт великана. Порт делался на тон и дизайн. Тон, что имеется в виду? Вальюса, да, то есть просто на рендер. Рендер, хорошо. Ну, сразу, сходу, самый первый. Читбэк. Первая подсказка по поводу тона будет. Книга Скотта Робертсона Outerender. Это самый первый здесь будет. Там вся информация, все знания, которые нужны по этому поводу. Пройдешь эту книгу и будешь все круто уметь по рендеру. Так, а сейчас... Так. А сейчас... Почему он великан? А? Ну, там было написано... Что в описании? Ничего. А вот. Концепт арт великана. Упор делался на тон и дизайн. Видимо, то, что это великан, у нас показано колоколом. Однако, у нас есть вот такая часть, кастомизированная, да, как от настоящего шлема. Ну, великан, да, сложно сказать, кроме колокола, наверное. Дальше все тоже кастомизированное, все. Но, опять-таки, это нужно знать, какой мир для какого мира. По поводу великана я затрудняюсь. Ну, колокол, да, понятно, что кто-то очень большое по сравнению с нормальным человеком. Задает какой-то хинт. Может быть, вот эти тоже штучки какие-то. Щиты, наверное. Тогда... Понятна разница в масштабе будет. Ладно. Ну, можно было бы, мне кажется, просто выделить перспективой. Что именно? Ну, если мы будем использовать стандартную перспективу. 30-45 градусов на великана и на человека, то они по-разному будут выглядеть. Ну, в пейнтинге, в какой-то сцене, наверное, да. Но так как это у нас идет концепт-арт именно персонажа, то это нам только помешало бы. Я согласен все-таки, что нужно что-то попроще, как вот такой, допустим, ракурс. Но тогда в дизайне должны быть какие-то элементы, которые бы нам больше подсказали, что это великан. Больше таких элементов, которые были бы узнаваемы для человека, что они не соответствуют человеческому росту. Вот колокол. Да, есть. Немножко форма, конечно. Стандартный колокол. Сложно узнать. Видимо, вот это тоже у нас колокол был. Остальные элементы выглядят как для обычного человека. Какие-то стандартного размера, какие-то пояса, как будто обычный кусок кожи, который и есть. Я бы, наверное, вот этот элемент простил все-таки, чтобы показать, что великан. Потому что сейчас он выглядит как какой-то стандартный со шлема. Там, я не знаю, на веревке, там, на чем-то еще. А, опять не видно. Вот этот элемент. Веревку или что-то он держит. Другое попроще, потому что часто слишком стандартный. Дальше что-нибудь вот с этими элементами сделать. Например, пояс. Да, он выглядит как обычный пояс. Обычный, стандартный. То есть, если это колокол, я не знаю, этот пояс будет, там, 10 метров. Кусок кожи 10 метров. Но такого быть не может. Нет, не из чего такое просто сделать. Да, хотя бы какие-то... Из другого великана. Из другого великана. Вот этот слишком сложный мир. Хотя бы, чтобы он... Да, там, поменьше каких-то кусков был. Может быть, там, более фрагментированный, что-нибудь. Так. Далее. Тоже вот этот кусок ткани. Что это может быть? Если это у нас колокол. Наверное, больше бы... Пэккедж бы лучше, наверное, смотрелся какой-то комплект, да, с чем-то еще вместе. Сейчас пока что немножко рандомные элементы. Например, это может быть ковер какой-то, может быть. Смотрела немножко. Что это такое? Какой-то странный узор, там, знакомый в другом месте должен. Может быть, украсить какие-то, добавить элементы. Не знаю, что это средневековый кусок забора, из кусков забора здесь каких-то сделал. Да, чтобы какие-то, чтобы были подсказки именно по масштабу. Так, по-брейнстормить нужно, там, записать идею. Великан. Да. Не великана. Так, подумать, с чего может, там, с какой-нибудь... Это средневековье. Ну, вот, в стандартном дворе, да, опять какие-то там могут быть, там, не знаю, крыша там, как дома. С чего может быть сделано. Какие-то какие. Забор тот же. Какие-то, может быть, колеса у телеги. Колесо, вот, хорошо можно дать подсказку где-нибудь, что это колесо телеги. Где-то, где-то, вот, какие-то дать подсказки на эти вещи. Что еще, да, хоть сама телега там, знаю. Плюс, конечно, масштаб всех этих вещей. Опять вот это вот ток. Тоски, наверное, нет. Если это великан, колок. Какой человек будет? Какой человек, я к примеру беру. Мне кажется, надо ориентироваться от церкви, а нет человека. Еще раз? Надо рисовать церковь, не человека здесь, чтобы понять, какого размер колокола. Да, точно. Пол человека колокола. Вот уже, исходя из такого масштаба, видишь, у меня забор друг другого масштаба здесь. Бревна там, я не знаю, бревен там, из того же забора он сделан там. Сейчас доска, ну, сложно сказать. Какие-то, короче, подсказки. И вот тут тоже хорошо, что какой-то броня сделана из какого-то прям узнаваемого элемента. Ну, это черепица, наверное, какая-то на крыше. Черепица, броня? Ну, как бы, почему нет? Когда ты великан, тебе вообще пофиг. Ты просто великан. Пусть крошится черепица, а не я, да? Ну да, к примеру, да, та же черепица. Какие-то узнаваемые элементы, которые ты видишь сразу. О, блин, масштаб не тот. Ага, видимо, это великан. Вот эта штука должна быть большой. Эта штука должна быть большой. Эта штука должна быть большой. Здесь что-то должно быть большим. А, ну теперь мне понятно, почему все это такое маленькое. Это большой, большой великан. Вот основное, наверное, здесь у меня будет. И дальше все с того, что я до этого говорил по персонажу. То есть, опять, ничего в этом плане нового. Это учитывать большие, средние, да, маленькие формы. Добавить, стараться добавить еще контраст. Хорошо у тебя там. То есть, вот эта штука. Так, кстати, перспективу учитывай. Это вопрос, опять, как фундаментус. Той перспективу. Иначе это получается какой-то... Сверху обрезанный кусок. Франи, что ли. И он должен... Да. Здесь тоже как будто врезается в плечо. Если такая сложная поза, то нужно обязательно учитывать всю перспективу. Сейчас даже получается на грудь у него. Наполовину. Лучше... Лучше делать простую позу, наверное, для таких персонажей. Потому что, во-первых, то, что я сейчас сказал. А во-вторых, для моделера кто-то может быть закрыт. Да. Наверное, так. По поводу... По поводу самого рендера. Часто у меня тоже сложность возникает с график дизайном. Да. Когда рендерят. Обычно все делают из одного материала. Здесь есть немножко, конечно, контраста. Вот если посмотреть так, то контраста нет. График дизайн, что я под этим подразумеваю, это... Какая-то композиция из элементов. В данном случае, если мы говорим о... О рендере. То local color, да, local value, местные value у тебя. Чтобы немножко они как-то различались. Чтобы интереснее. Сейчас примерно все в одном тоне. Он весь сливается. По самому рендеру, наверное, нет. По анатомии. По анатомии, конечно, здесь сложно получилось все. То есть основной фидбэк у меня будет по тону здесь. это сделать больше график дизайна. Добавить какого-то контраста. И сейчас я стараюсь не в случайном порядке вот это все выделять. А чтобы у меня как-то чередовалось. Какое-то чередование было того же тона. опять учитывая то, что я говорил до этого. Большие, маленькие. Большие, средние, маленькие формы. по контрастнее все получилось. Тоже не забывать про материал. Если ты не стал, то там свойства. Местные value. Показать. Нам что-то так. В общем, ты. То ли. Здесь всё-таки, конечно, было. Там я, ну, что-то задор. Там я здесь. Там на ян lymphе. Там я вижу. Там я дошел, ты пойдем в кады. Там я же. Там я! Там я уже. Там я тута. Какой-то появился контраст. Смотрится на тонну. Здесь слилось. Тоже можно как-то как-то выделить. Какой материал он принадлежит. Вообще чисто. Chrome. Собразие, отличие. Больше дизайн, который у тебя есть. Надо не переусердствовать. От главного. Добавить какие-то элементы. Сейчас у нас пока примерно опять к основам дизайн. Размеры у нас элементы. Можно чуть-чуть разнообразить эту простую пластину. Хотя бы разный тон добавить. Нам даст какое-то разнообразие. И конечно, как я уже говорил. Бывать про референсы. Просто с головы брать. Взять какой-нибудь референс. Рыцари, самураи, какие у них есть элементы. Которые можно просто поднять на другие, которые больше подходят к великанам. Элементы выбрать. Странно. Немножко аккуратно. Примеры уже презентации. Ты тоном хочешь выделить? М? Тоном хочешь выделить? Да, в общем все. Сейчас и задник у нас, и персонаж. Примерно все было в одном. Плюс по самому персонажу у нас как бы и по дизайну сложно по callpoint и по освещению можно еще как бы считырить. Это уже как бы финальные штрихи, когда весь дизайн готов. Так, чисто презентации. Как раз у нас было по тому. Вопрос. Чего такого сверхъестественного? Добавить, да, куда нам. Лучше бы куда смотреть зрителю. Финальные штрихи. Чуть. Наверное, такое у меня будет. Фэк по персонажу. Ну, Иван, обязательно как бы учти то, что сказано здесь, потому что принцип тот же. Пик. Черепаха. Черепаха в зибраше. Книг самое первое. Хочу сказать, это, наверное, будет повторение. Наверное, лучше тоже с рефов начинать. По крайней мере их учитывать. Когда 3D в 2D не имеет значения, потому что говорим о дизайне. Куда мы берем идеи. Лучше, конечно, начинать все с референсов. Ходит в 3D, ходит в 2D. В общем, хорошо. Во-первых, почему? Потому что это у нас основано на настоящей черепахе, которую природа сама уже сбалансировала за нас. И это очень хорошо, взять ее за основу. То есть, 90% дизайна у нас уже готово. Уже как бы ошибок меньше сделаешь. Да, конечно. Не то, что ошибок, он уже будет гармоничнее смотреться. Какой-то будет интерес, потому что если делается из головы, если посмотреть на эти дизайны, ну там каша получается. Здесь даже не знаю принцип дизайна. Ты уже используешь хороший дизайн. Поэтому он уже изначально будет смотреться лучше. Сложно сказать про функцию. Ну, видимо, какой-то робот. Это похоже у нас на турбину. Здесь какие-то интейки для воздуха. Ник извини, но мне кажется, они расположены хаотично. Без какой-либо идеи. То есть, интейк нужно какой-то элемент просто воткнуть. Как продумывать, если хоть даже и функция. На форму ориентируйся. То хотя бы, чтобы какие-то элементы были. Чтобы они более-менее имели какой-то смысл. Не везде подряд тыкать. Что касается функции. Так, по дизайну. Ну вот этим, конечно, этот панцирь. Но я бы, честно говоря, оставил бы его просто как есть. Просто чисто и без всякого. Вот это вот тут убрал бы вообще. Немножко захламлено. Немножко, кажется, передетализировано. Этот элемент. И особенно вот этот. Если это робот, если ты какой-то промышленный объект. Если это какой-то продукт. то вот такие вещи, наверное, лучше как-то, чтобы они были организованы. Сейчас это просто хаотично валяется шнур. Можно его каким-то интересным образом уложить. А еще лучше, чтобы этот. Как ты его укладываешь, чтобы он тебя поддерживал форму. Сейчас он эту форму полностью ломает. Но, скорее всего, настоящий какой-то промышленный объект у него. Просто по форме этот кабель шел. Это не обязательно должно быть скучно. Можно как-то поинтереснее сделать. Да, он здесь опошел бы. Курсор мы не видно, да? Опять было? Угу. То есть. Панцирь вот. Прям вот я бы оставил его. Была бы большая у тебя основная форма, которая бы сразу показывала. Что это такое и как силуэт. И вообще как дизайн. Он бы читался с любого расстояния, с любого силуэта. Чуть-чуть это все упростить. Есть очень хорошая чистая большая форма. Это опять-таки смотри, если у тебя нога вот эта как-то шевелится, двигается, то этот кабель, ну, просто его там не должно быть. Абсолютно. Он бы у тебя функцию ломал. Решал вообще перепахи работать. Будем сделать вот так. Кабель можно было бы уложить каким-то интересным образом. Вдоль этого корпуса идет там. Здесь какой-то у него прием. Да, там. На это вообще сюда не придем. Тоже какой-то там элемент у тебя, который его принимает. Все по форме. Все твои части дизайна должны форму не ломать и разрушать, а именно поддерживать форму. где можно все усиливать, показывать тебе, что это такое. Это теперь немножко. Ты подумай, что нужно. Потом вот этот кабель, он просто совершенно не в тему смотрится, потому что это движущаяся часть и даже заходит в эту штуку. Сразу показывает, что кабель сделан, ну как по мне, кабель сделан просто случайно из головы. Вот у нас есть хорошая, чистая форма, хороший силуэт. Сразу узнается. Ставится отовсюду. И этот кабель, он тоже просто, просто валяется там сверху. Ну, можно также как-то хорошо уложить интересным образом. подумать. И вообще от него избавиться, чтобы была чистая форма. Ну, это тоже, как бы, может быть уже делом вкусным. Кому-то нравится там большое там, как некоторые sci-fi делают, да. Это не то, что я говорил, большие, средние, маленькие формы. Как в основном все у нас сделано. А кто-то любит огромная форма, маленькая форма. Кому-то такой sci-fi нравится. Без средних форм. Кому-то такое нравится. Это как звезда смерти? Еще раз. Это как звезда смерти? Звезда смерти? Ну, может быть. Ну да, там тоже огромный шар. Огромный и с маленькими этими. Маленькие там везде, да. Просто как текстура там получается. Если смотреть все эти окошки там и прочее барахло. Дальше тоже большой момент здесь. Смотри. Дай по поводу форм. Я думаю, единство добавить какого-то. Эта форма вся круглая. У него нету никаких острых углов, ничего. Вот это еще как-то поддерживает эту же идею. Вот эта штука всю идею у тебя полностью ломает и абсолютно выбивается из этих двух форм. Одни острые углы. Немножко как-то привести больше в согласование, друзья. Это опять-таки в целом формы. Я понимаю, что это тренировка зибраша. И от этого немножко такой вид получился как все это какое-то рыхлое немножко. Как будто бы недоделанный зибраш. Вот здесь тоже. Ну или хотя бы, когда есть такая форма, довести в фотошопе, как многие делают. Там крутые дизайнеры, как Бен Моро там. Ну Бен Моро может уже зибраш и полностью делает. Но раньше он делал примерно такую же модель зибраша. Дальше в фотошопе все уже доводил, чтобы не было вот такого, вот такого вида. Понимаешь, да? То есть такая случайные, неопределенные формы просто. Видишь, например, здесь вот этот фаск, по идее это какой-то промышленный объект. Он сделан вот. Такая штука, которой быть по идее не должно, если произведено, если это искусственный объект, созданный человеком. Фаски могут быть помятостью. Ну да, фаски, они обычно же какого-то стандартного размера, если какого-то делать там узор. Хотя бы вот здесь, это однозначно не помятость, а это должны быть элементы, да. Но они тоже такие рыхлые получились. То есть довести до ума подобные вещи. Ну просто неаккуратно. Да, да. Но это не то, что неаккуратно. Если ты обратишь внимание, некоторые, опять-таки тот же Бен Моро, он там не всегда вот это заморачивался в 3D, он это доводил в фотошопе. Но итоговый результат там всегда у тебя будет приведено уже в порядок. То есть это можно рассматривать такой дизайн, как вот эту работу, как промежуточный вариант какой-то. Что я еще могу сказать? Вот это, конечно, да, опять-таки по формам эти более-менее как-то стыкуются. Но опять по местоположению оно как-то тоже кусок брони, как будто в случайном порядке расположен на мой вкус, по крайней мере. То же самое я бы добавил в такую же часть, как-то продублировал ее, отразил здесь. Потому что сейчас у тебя тут две разные технологии выглядят. Если здесь у тебя это покрыто куском брони, то здесь у тебя мы видим какой-то там торнир. Может быть вот это кусочек брони, как он там, я не знаю. Но вот эта часть просто как две разные технологии выглядят. Где у нас, где у нас наш пример? То есть если это какой-то продукт, какой-то промышленный объект, и будут там такими вещами заморачиваться, да, у него вот есть эта штука выполняет функцию, но она точно такая же штука выполняет функцию и здесь. она и выглядит как будто она взятая откуда-то за другого места. Если она не должна другую функцию исполнить? Ну я предполагаю, что две ноги выполняют одну функцию. Ну вот похожую функцию. Мое предположение. Есть вероятность того? Конечно есть. Я сделал уже ремарку. Переживая, я себя обезопасил в этом смысле. Что это то, что я вижу из этого дизайна. Я не знаю какая спецификация была реальная у человека. Который. 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 Своего понимания. Сколько я это понял. Ну и опять опять тот же самый как бы фидбэк в плане основ вообще дизайна. По поводу этих же форм. Разнообразие. Добавить какого-то разнообразия. Опять идут все формы примерно одинакового размера. Если это у нас такая крутая черепаха. Вот такую тяжелую вещь. Ну к примеру я бы и уменьшил голову. И можно показать, что это например огромное. Как-то уменьшить голову. Например. Или добавить разнообразие детали. Сразу меняется масштаб всего дизайна. Сделал бы вот это конечно потоньше. Что пока. Как-то выделим потоньше. Что пока. А потом опять таки в промышленном объекте. Здесь формы немножко не состыкуются. Они таким случайным образом соединены. Ты не видишь как этот робот например собран. Тоже все в поддержку той формы которая у нас. Надо подумать тоже сходу мне сложно дизайнить. Примерно вот потом ножка вот здесь хаотично. Если это у нее черепахи брюхо. Которые еще близко к земле. У нас здесь куча каких-то кабелей. Это опять функциональность. Куча кабелей которые в случайном порядке расположены очень близко к поверхности. Которые могут повредиться. Тоже какую-то можно просто броню опять сделать. Глядя на ту же машину. Добавить там вот этой же формы. Как мы здесь. Здесь броня. Здесь броня. Тут у нас какая-то броня. С нашей формой. Здесь опять броня которая опять в поддержку формы. Думаю на ходу по этому. Идеально. Как у машины есть броня. Вот это оттуда. Опять с референс. Там какие-то скрипежные. И это не обязательно должно быть там реально чтобы функционировало. Это как бы то чем я например себе просто голову выносил. Потому что мне было сложно перестроиться на то что это должно выглядеть как будто оно работает. А не работает на самом деле. Я просто сворачивал голову. Потому что такие вот объекты. Чтобы они работали это очень сложно. Там всего лишь нужно чтобы оно выглядело. Чтобы оно работает. Возьму отсюда. Вот это какая-то там механика. Страшная черепаха которая открывает рот. Нет-нет-нет-нет. Это я еще не стер. Это не страшная черепаха. Это какие-то там ханические картежные. Так если. Смотрите. Давайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Подправить дизайн... Продолжение следует... 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 Все.